Я, конечно, фил, это, когда я тебе говорил, что позови Пашу, ну, да. Это, Паш, ты не знаком с Пашей Дуровым? Нет, не довелось пока. Но я его фоточки регулярно почву в своих дайджестах новостей, поэтому когда-нибудь на судьба, наверное, сведет, я думаю. Вот и нас она все должна свести. Я уже его сколько зову в подкаст. У меня нет ни одной идеи, почему он не приходит. То есть ты просил другого Пашу, да, позвать? Я случайно оказался. Но я этого не говорил. Ну, Паша и Паша, хорошо. Он сказал, что Пашу с деньгами надо поспать. Нет, я не знал. Окей. С хомяком, который вот тапает. Завиди этого. Вот я у меня просто нет ни оку... Я уже сколько раз, я к нему обращался напрямую. Жду, жду, когда он напишет и придет. Все никак не приходит. Это уже подкаст идет или мы просто пиздим? Это подкаст идет. И это еще. Я хотел перед вами похвастаться своей кружечкой. Смотрите. Видите, волк с отрубленной головой. Мне жена сделала. Да, выглядит очень nice. Это типа сообщество в чистости как-то связано? Нет, смотри, нет. Вообще никак не связано. Там, видите, что написано? Бар. Круто, да? Битулярочка. Там написано бля. А, окей. Я по-английски прочитал просто. Видишь, культура из меня так и прет. Я вот не могу просто взять и сматериться. В общем, да, Фил тебе, наверное, сказал, что мы тут будем просто болтать, но я на самом деле, я подготовился. О, вот, вот такое я люблю. Что там вопросики, структура. Вот это моя тема. Да, это у меня вопросики, структура, я все. Если ты не против, конечно. Не, я за. Нет, да, я собрал очень вопросы, которые всех волнуют. А Фил будет просто сидеть, наблюдая, да, походу? Типа, как вот, когда два чувака. Фил будет спасать этот подкаст. Тема это очень-очень инноверный. Ну, а он мой соведущий. И когда, короче, когда он вдруг начинает говорить, я затыкаюсь нахер. Потому что в обычное время, в обычных подкастах меня заткнуть невозможно. Я говорю, три часа гости Тему говорят по двадцать, и потом меня вырезают. Все понятно, короче, чтоб не спугнуть, да? Да. Да. Ну, давай, начнем. Пойдем по листочку. Так. Десять тысяч долларов – это много? Зависит от того, кто спрашивает. Я, конечно, уже давно вращаюсь в кругах, для которых десятьк долларов – это, ну, типа, деньги, но не то, чтобы такие life-changing events какие-то. Но надо понимать, что большинство россиян, конечно, живут совсем не так, и для них это огромные деньги. Я думаю, что большинство россиян не держали, скорее всего, никогда 10к долларов в руках. Поэтому я, как блогер, который пишет про бабки, мне, конечно, суперсложно. Я умом понимаю, что львиная доля моей аудитории, она, скажем так, находится на уровне финансовом чуть-чуть пониже, чем, скажем так, я и те, с кем я обычно общаюсь. И мне нужно как-то писать вот одновременно, чтобы и мне было самому интересно, и им тоже было интересно. Поэтому у меня в чате срачи периодически приходят на тему того, типа, а для кого вообще ты пишешь? То ли для вот этих иммигрантов, которые айтишники поуехали и свои десятки тысяч каждую там неделю распихивают. Ну, выживают на них, понимаешь, да, типа, вот прямо выживают, страдают на них. Да, жалуются, что вот у них там, короче, фуагра плохо намазывается на хлеб, вот это все. То ли для россиян, которые остались, и у них, типа, вообще другие проблемы. Вообще все разделилось, понимаешь? То есть раньше было просто, ты был финблогер, и ты пишешь вот одинаковые финансовые мудрости, которые там и в Африке, и в США, и в России одинаково работают. А потом Херакс из 22-го года все вообще разделилось. Есть вот один финансовый мир внутри России, и второй вовне. И вот они живут по разным законам. Это довольно забавно. Да, тут был срач такой на 10 тысяч, вот про эти 10 тысяч долларов, да, как там Миша, наш друг, написал, попал там в новости на телевизор, все на его 10 тысяч долларов набросились. Ну, это, слушай, это просто интернет. Я давно заметил, что каждый раз, когда ты вот там про себя что-то пишешь конкретное, да, то есть там сумму заработка, сумму активов, у тебя всегда одновременно две полярные реакции. Причем вот посередине никто никогда ничего не пишет, типа, ну да, нормально. Всегда пишут либо, типа, охренеть, вот это ты зажрался, да, с такими деньгами еще думать ни о чем даже не надо. А вторые пишут, типа, ну блин, это просто на грани выживания, мы тут, короче, с семьей врестики тратим так за раз. Поэтому писать конкретные цифры, когда ты рассказываешь свою историю, это прям самое гиблое дело, мне кажется. Гиблое дело. Это вот я просто увидел, где этот вид или что-то такое, и я, ну, не очень поверил. И теперь мне кажется, что это какое-то ложное воспоминание, что якобы в России доход от 10 тысяч долларов что-то там, ну, у нескольких десятков тысяч людей. Даже, по-моему, не сотен. И я такой, ну, не может быть, в смысле, там, 160 миллионов уже, или сколько, 150, 140? Нет, я думаю, десятки тысяч – это сильное преувеличение. Там есть, как бы, градации определенные. Я думаю, что 10к долларов в месяц – это, ну, типа, там, топ-1 процент, скорее всего, в России точно. Серьезно? Ну, я думаю, да, да, скорее всего так. Но это, конечно, ну, не 10 тысяч. 10 тысяч – это вот прям кто совсем очень обеспеченные ребята уже, мне кажется, у которых там не только поток, но еще и капитал прям очень серьезный. Вот. Но вообще, мне кажется, вот иногда, когда становится грустно, можно открыть просто страничку, типа, где все люди на земле, они расположены, например, там, по доходам или по чистым активам, и просто сравнить себя, и оказывается, что даже если ты там, кажется, не самый крутой парень на деревне на своей, оказывается, что по сравнению там с какими-нибудь ребятами из Африки ты вообще просто, у тебя никаких проблем по определению быть не может. Поэтому все относительно в этом мире. Блин, в этом плане реальная миграция все очень перемешала. И, ну, и да, в соцсети я часто пишешь такой про себя и думаешь, что ты обращаешься к таким же, как ты. И ты такой, ну, капец. Ну, то есть в этом месяце вышло пятерка всего, я тут вообще, ну, для тебя ты и правда выживаешь, потому что у тебя там дом, с учетом, что ты снимаешь, что ты зарабатываешь в восемь машин, и столько школы, сады, и ты идешь, пишешь это на всех людей, и они тебя просто начинают ненавидеть. При этом, что странно, я много общаюсь с людьми, которые богаче меня радикально, которые богаче настолько, что все, что есть мой жизненный путь, все, что даже в теории у меня может быть, оно как бы несравнимо с тем, что есть у них. И я на них, ну, то есть я не злюсь, когда они рассказывают про свои проблемы. Как я тебе больше скажу, если не в интернете общаться, а вживую, тебе вообще никто ничего не предъявляет, не хамит обычно. То есть вот в реальном общении в жизни настолько это все редко происходит, что можно даже не знать, что по Твиттеру гуляет толпа долбоебов, которые просто хамят друг другу по любому поводу. И я все хочу в какой-то момент написать такой большой пост, типа вот как общаться вообще. Потому что как будто бы многие люди в принципе не понимают, что такое нахамить. А они тебя не послушают, нет. Ну, ты отнимешь у них важную часть жизни. Ну, а видишь, я же в чате могу банить людей, поэтому мне проще. Я могу написать, что, ребята, нужно вести себя так, а кто не согласен, как бы я всех забаню. Поэтому, когда ты владеешь каким-то сообществом, некоторые вещи решаются гораздо проще, чем когда ты потом общаешься. Они потом будут скриншотить тебя и постить, смотреть и тебе этот дурак меня забанил. Такие ха-ха-ха. Да, мне сейчас есть чем крыть. И мне есть чем крыть, потому что у меня, ну, тоже сообщество везде, и есть Пхукетская. И это люди, которые друг с другом видятся. Они начали сраться в чате, мы стали это пресекать. Что вы думаете, они не стали сраться вживую, еще как стали. Они разбились на компании и стали сраться вживую. То есть они, когда оказывались в одном баре, а в Хукетном реально как деревня, они просто ругались. Ну, это какой-то высший пивотаж. Даже это я не знаю. О, ну, у них там просто там интриги, измены, какие-то кто-то кого-то на деньги кинул. Короче, вот началось... А, ну, началось все со срочей в чате. И это ужас. Ну, хорошо, что там самые поругавшиеся, они в какой-то момент уехали. И вот среди этих поругавшихся вокруг них объединились куски сообщества. И это прям вот... Это было жутко. В том смысле, что, ну, в реальность она только так вырывается. Ну, ладно, мы не определились, много ли... Я просто скажу себе, 10 тысяч это много, я считаю. Я считаю, что это точно норм. Типа, если ты в свои, там, не знаю, 35 зарабатываешь 10 кусков в месяц, то ты в жизни достиг неплохих показателей, скажем так. Но вот если бы тебе сейчас сказали, Паш, вот 10 тысяч в месяц, твой будет сейчас доход. Ты такой... Ну, я расстроюсь, конечно. Расстроюсь, да? Да. Понятно. А, вот это неподходящий вопрос к людям, которые занимаются финансами. Просто вот как у айтишников профдеформация думает, что они самые умные, а у людей, которые занимаются финансами, инвестированием и так далее, вот они меня бесит. У них профдеформация уметь вкладывать. Ну, слушай, ты на самом деле переоцениваешь. Мне кажется, что огромное количество людей, кто занимается финансами профессионально или там про это пишет, они не супербогатые люди. Я сам на самом деле не супербогатый. То есть мне повезло, что у меня в целом карьера неплохо достаточно сложилось. Как бы я и зарабатываю на работе, ну, нормально, скажем так, и откладываю я старательно, и все это вкладываю. Но я не то чтобы, знаешь, там типа вот миллионами туда, миллион сюда разбрасываюсь баксов. То есть я такой типа, ну, средний класс, крепкий, можно сказать. Да. Вот. И мне кажется, что на самом деле айтишники в этом плане, они даже лучше, потому что люди становятся богатыми не за счет того, ну, в основном, скажем так, не за счет того, что они там охрененно инвестируют, а просто за счет того, что они очень старательно работают, получают хорошую зарплату и ее откладывают аккуратненько значительную часть. Что такое? Ну, базово-то богатыми не становятся, если вот иметь в виду именно богатыми, то есть вот миллионы долларов, если ты родился там... Нет, ну, камон, с айтишной зарплаты скопить миллионы долларов, это как бы не, ну, не что-то невозможное, скажем так. Миллион. Я смелился над тем. Миллион можно скопить, миллион сто можно накопить, можно... Если иметь право в деформацию финансиста и айтишную зарплату, можно накопить, может, миллиона три. Он копит 500 миллионов, у тебя не получится. Богатые, то есть у него вот этот его миллион появился к 60 годам, и он такой заебись. Это не долларовый миллионер, а чувак, который вот едва догрёб. Не, ну 500 миллионов, это уже ты прям вообще топ-топ-топ целишься. И тут, кстати, айтишники гораздо больше вероятности имеют, потому что они же умеют делать всякие эти стартапы. Это предприниматели, а не айтишники. Ну, а, слушай, айтишные предприниматели это сейчас самые предприниматели в цене. Поэтому, ну, если вот взять рандомно людей, которые что-то умеют, и сказать, кто из них там 500 лямов в итоге будет иметь, я бы, наверное, на айтишника поставил большой вероятностью. Ну, это как на одного из тысячи, которые пошли делать свой стартап, да? Да, в принципе, 500 миллионов не каждый третий получает в любой сфере. Тут уж так получилось. Да. Я бы к чему про профдеформацию сказал. Я не сказал, что вот если у тебя будет 10 тысяч долларов, ты сразу миллионером станешь. Но если у тебя будет 10 тысяч долларов в месяц, то через год, даже если у тебя останется та же работа, у тебя же больше не 10 тысяч долларов в месяц будет. А у среднего айтишника будет, останется те же самые деньги. Потому что они даже если откладывают, то, ну, мы обычно не очень разумны. Не, я знаю полно айтишников, кто прям старательно откладывает. Мне кажется, это не вопрос профессии, это вопрос психотипа. То есть вот есть люди, такие как я, кому прям нравится там откладывать, вот что-то накапливать, следить за этим. И такие среди айтишников, мне кажется, встречаются чаще, чем среди других профессий даже. Потому что вот, ну, айтишникам, такая, мне кажется, склонная, немножко пониженная стата в части разных социальных скиллов и повышенная стата в том, что касается вот всяких разных анализа информации, типа, не знаю, там какой-то прокачки в ролевых играх, вот это все. И вот такого рода психотипы он будет откладывать. И это вот на самом деле, ну, в принципе, самое главное, что определяет твое накопление капитала. Это первое, насколько быстро растет твоя зарплата. И тут просто надо, ну, как бы стараться изо всех сил, там, искать какие-то варианты, получить продвижение, найти новую работу и войти. Сюрприз-сюрприз. Как бы самые охрененные возможности по большей части есть по этому поводу. Сейчас партнерская рубрика с Lomoda Tech, где мы вместе с сообществом разбираемся в тонкостях разных айтишных профессий. Сегодня у нас в гостях Гоша Сергушин, DevOps Team Lead. За поддержку этого выпуска мы благодарны Lomoda Tech. Lomoda Tech — это больше 700 человек, которые делают моду ближе для миллионов пользователей Lomoda. Сейчас тут разрабатывают и поддерживают больше 200 внутренних систем, создают датадривные решения, автоматизируют ключевые бизнес-процессы и развивают продуктовые практики. Как итог, 17 миллионов пользователей ежемесячно и оценка 4,9 приложения в App Store. Узнать подробнее о проектах Lomoda Tech и о бакансиях компании можно по ссылкам в описании. Что делать, если сервер натурально упал в скобочках на пол, а бэкапов нет? Спустить его с пола, ну, вернее, спустить его со стола на пол первым делом и больше туда никогда не ставить. Но если такое произошло, лично я восстанавливал по логам. Было на предыдущих местах работы, когда я дропнул базу продовскую и пару дней сидел, восстанавливал по логам. Но если прям у вас долгий проект и действительно не было ни одного бэкапа за всю жизнь, ну, я бы уволился. В какой день недели лучше всего катить на прод? Ну, у нас в компании за это отвечает специальный отдел, эзотерики. Он не просто нам прогнозы на прибыль строит, он нам еще и графики вытасывает по релизу. Не, на самом деле, я рекомендую в любой рабочий день, кроме понедельника, пожалуй, и пятницы. Пятница, потому что для фикса может потребоваться какое-то время и удобнее, когда все на работе, а в выходные никого не найти. И не понедельник, потому что понедельник зачастую больше всего нагрузка, люди отдохнувшие пришли, начинают деплоить и впиливаются на проблемы. И эти проблемы копятся, и бывает тяжко. Чувак, который придумал YAML, сейчас делает YAML скрипт в попытке притянуть в конфиде полноценный язык. Пишет он его на кложе. Как ты себя чувствуешь после таких новостей? Ну, чувствую хорошо. На самом деле, программирование даже в YAML для меня это плюс. Это возможность расширить возможности. Но я бы подумал больше в сторону шаблонизации. То есть через Jinja, кто знает, через GoTemplate. Ну, например, мы используем Helm файл, который базируется на GoTemplate, и уже можно прекрасно шаблонизировать наши YAML. Разработчику удачи. Я надеюсь, у него все получится и, возможно, даже лучше, чем предлагают текущие решения. Как запустить Linux без вводов паролей? Просто грузим в систему без секьюрных приблуд, после загрузки сразу root-консоль. Я как на китайском поговорил, простите. Ну, давай, ты, наверное, понял. Нет, вопрос интересный, но на самом деле не связанный с нашим направлением, потому что вот фраза без секьюрных приблуд, вот о ней можно забыть в корпорациях и больших компаний. Но если по теме, я бы на самом деле погуглил форумы ардуиновцев, Raspberry Pi и так далее. Ребят, навскидку правка граб загрузчика и отказ от пароля в самой системе. Если бы ты был общественным транспортом, кто каким? То есть у вас и такие вопросы есть. Ну, то есть, понимаешь, какой-то человек придумал вопрос, подумал, что он очень хороший и задал его всем вам, вообще всем. Хороший-хороший вопросик на самом деле. Но я человек довольно спокойный, размеренный, мне нужен транспорт, который идет по четкому маршруту, надежный. Под эти критерии подойдет, пожалуй, речной трамвайчик и электробус, например, или автобус. Даже лучше автобус, наверное, я электрички не люблю. Давай остановимся на речном трамвайчике все-таки. Сколько разных кубернетисов видел? Ну, давайте посчитаем. У нас есть кластер на железках в компании, у нас есть несколько кластеров в облаках, прот есть и на железках, и в облаках. До текущего места работы видел одну подделочку на заре вообще кубернетиса, когда коллега собирал кластер, ну, буквально на коленке, он периодически ломался, он быстро его чинил, но тогда это было конкурентным преимуществом, то, что мы внедрили новую технологию и работали с ней. Было очень удобно. Плюс еще пара кластеров для тестирования. Мы тестируем приложение интеграционно, то есть поднимаем несколько нужных нам микросервисов, а остальные глушим вайрмоками. Для этого один кластер и будет еще один стейджинг, когда полная копия прода поднимается и на ней можно проводить какие-то уаты и большие тестирования. Порядка там десятка наверное кластеров есть. Ты считал, Фил? Я просто перестал считать в какой-то момент, забыл, что надо считать. Не чувствуешь ли ты, что современный DevOps это повторение истории с веб-разработчиками, которые в какой-то момент времени посчитали себя инженерами, стали городить огород из технологий, чтобы решать простые задачи? Зачем вам и, к сожалению, нам, простым кодерам нужно столько абстракций, сервисов и языков, чтобы просто запустить программу на компьютере? Мас, я считаю, вот эти вопросы это рубрика обиженный бэкэндер. Нет, вопрос логичный абсолютно, он возникает у многих разработчиков и у меня возникал, но пока я не представил всю разработку, всю работу в качестве некой пирамиды, перевернутой. Внизу пирамиды у нас само приложение и его, в принципе, задеплоить можно хоть на, я не знаю, приложение типа сотового телефона на сервер вида сотового телефона или Raspberry Pi, просто залить бинарник и запустить. Это легко, просто и действительно можно сделать. Но потом у нас возникают вопросы, а как обновить приложение? Задумываемся, внедряем какие-то способы доставки кода, там, GitLab, бамбушка, все отлично работает, обновляется хорошо, потом появляется потребность понимать вообще, как работает приложение, может, оно там зависло. Внедряем, мониторинг, мониторинг нам показывает, что приложение работает, как оно работает. Потом таких приложений появляется несколько, возникают ошибки, нам нужно эти ошибки видеть, для этого делаем там единый сбор логов. Это еще одна система, системы растут. Потом, я не знаю, приходит безопасность, говорит, так не получится, давайте SSO мы хотим, мы хотим проверять образы, ну вот, держите, да, для этого тоже есть специальное ПО. И в результате у нас получается огромный такой комбайн, который поддерживает, ну, по сути, пару-тройку простых приложений, но когда вы посаживаетесь на этот комбайн, очень тяжело вернуться обратно, потому что именно так должно работать качественное, хорошее веб-приложение, сервисное. Ой, а если потом еще бизнес придет, скажет, там, нам нужна отчетность, о, тогда вообще весело будет. Фил, вот это, ты у нас эксперт по развлечению, агрессии, пассивной, там, активной, все такое, мне кажется, здесь что-то сквозит. Окей, ты DevOps Team Lead, а дальше что? Что ты вообще умеешь в разработке? По-моему, довольно грубо. Открою вам секрет, я проработал PHP-разработчиком, там, больше 10 лет, и у нас в компании я уперся в следующее, что сейчас идет тенденция на снижение сложности сервисов в угоду их количеству, то есть, микросервис на архитектуру, все дела, да, ходит много споров, но у нас такая тенденция, ее сложно отрицать. Сервисы становятся тупее, сервисы переходят на Go, они становятся быстрее, и в конце концов, вообще разработчики становятся программистами. У нас, кстати, есть проект, который внедряет Copilot в нашу разработку, и разработчики уже почувствовали профит от этого продукта. Разработчиков заменяет нейросеть, банально, аналитики пишут хорошую документацию, она генерирует приложение. Что дальше? А дальше нужно это опубликовать. А чья это работа? Это работа девопса. Получается, таким образом, вся логика работы, все качество работы ложится на плечи девопс. За девопсом будущее. Из этого я поношу, что не надо девопсом пассивно-агрессивные обесценивающие вопросы задавать, потому что они могут разозлиться и заняться нашей автоматизацией. Ну, ладно, хорошо. Этот вопрос мы решили. 10к — это норм. Так, как ты считаешь, айтишники охуели? Ну, некоторые айтишники безусловно охуели, но как социальная группа прям целиком я, наверное, не вижу оснований, чтобы такое обобщение делать целиком. Я вообще не люблю обобщение, когда там типа все бла-бла-бла или там никто никогда бла-бла-бла. Это всегда какая-то чушь. Надо всегда смотреть и какие-то границы очерчивать. Правильно. Я с тобой согласен, но слишком меня манит свалиться вот в эту тоже оценку, что иногда смотришь... А почему? Почему ты считаешь, что вот есть основания? Вот какие-то вот, не знаю, стадные. Вот заходишь в Твиттер, они там что-то пишут и такой, ну айтишники, охуели. Мне кажется, знаешь, это вот продолжение того, что я сказал, что айтишники в каком-то смысле оказались в таком интересном положении, когда их социальный статус с точки зрения того, вот как бы, сколько они зарабатывают, в целом, как бы, где вот они на этой лестнице оказались, он в какой-то момент прям скачком таким очень сильно прыгнул вверх, а вот эти вот социальные скиллы про то вот, как типа там общаться в обществе, они, мне кажется, у немалого количества айтишников, они где-то остались вот, ну не то чтобы совсем в плохом месте, ниже среднего, скажем так, аккуратно. И вот этот диссонанс, он как раз приводит к тому, что вот с каким тезисом я бы, наверное, согласился, что айтишники очень часто говорят хуйню, очень уверенно, как бы, и безапелляционно. И так как они вот, как бы, чувствуют определенные основания для того, чтобы они это могли говорить, то есть это же, ну это правда, что они много зарабатывают, там гораздо сильнее среднего человека, больше, им есть как бы чем гордиться в каком-то смысле, но типа эмоционально некоторые из них остались вот ближе к таким немножко подросткам, может быть. И вот это вот создает именно такую смесь, когда они ляпают периодически какую-то хрень, и им просто хочется дико наслать в панамку из-за этого. Вот, Фил, вот это, не дай обмануть сейчас, вот смотри, вот когда говорят, да, айтишник приходит, какой-нибудь говорит, вот 10 тысяч долларов у меня, и я как бы, ну выживаю, вот кое-как, концы с концами свожу. Правда же ведь, что другие айтишники тоже смотрят на него и такие, и знаешь, либо громко охуевают, либо такие втихаря, ну кажется, это где столько платят, то есть они начинают выяснять, почему у меня не 10 тысяч долларов. Я просто видел вот в этом 10 тысяч долларовом сраче, там начиналось, что знаешь, ну вообще 200-300 тысяч, это уже как бы нормально, а это 2-3 тысячи долларов, я так сейчас понимаю. То есть вот их, как бы, наверное, хороший заработок, как я представляю, айтишников сейчас средний. Я не знаю, что в России там происходит, если честно, прямо сейчас, тут, наверное, айтишников надо спрашивать. Мне просто кажется, что с одной стороны прикольно иметь какие-то ролевые модели, то есть вот мне там иногда пишут в рубрику вопросы, ребята в стиле я там типа молодой, то есть все, мне карьера позволяет сейчас откладывать там тысячу долларов в месяц, и я понимаю, что типа мой потолок вот в этой сфере деятельности это типа еще плюс одна тысяча, и все, как бы выше я не вырасту. Я думаю, типа, блин, чувак, но если ты в такой профессии оказался, можешь быть другую поискать, то есть ты, по крайней мере, должен видеть чуваков, которые зарабатывают прям кратно больше тебя, тогда есть шанс, что ты дойдешь до этой точки. В этом смысле вот эти вот срачи, они носят даже в каком-то смысле терапевтическую задачу, они должны дать пендель тем, кто сидит там условно в пензе и за 50 тысяч рублей прогает там, не знаю, какие-нибудь приложения мобильные, вот они должны понять, что, блин, оказывается, есть еще другой мир, где гораздо больше платят, может быть, надо переехать, просто там устроиться на удаленку и так далее. Здесь есть проблема, что люди делятся на тех, кого мотивирует конкуренция и тех, кого она давит? Психологически 100%. Мне кажется, вот читать, там смотреть Инстаграм, где у всех чудесная жизнь, читать Твиттер, где каждый второй 10к просто зарабатывает и сразу же тратит, это психологически неприятно, 100%, но это, по крайней мере, тебе дает вот эту вот зацепочку про то, что, типа, ну, есть что-то большее, чем то, что у тебя есть сейчас. Если она у тебя и так была до этого, то, наверное, да, тут как бы нет дополнительной информации, есть просто бесячка. А вот если ты про это супер не думал, ну, наверное, может быть, надо подумать, мне кажется. Ну, вот если ты так говоришь... Ты что-то сегодня вообще, блядь, ударил. Ну, у меня, потому что я все на бумажку выписал, да. Вот если как бы ты... Вот мы выделили положительную сторону того, что вот срач про 10 тысяч долларов, люди получают волшебный пендель. Отсюда вопрос, нормально ли хвастаться деньгами? Вот Фил всегда был сторонником того, что баблом надо флексить. Не, я думаю, хвастаться... Ну, как бы хвастаться по определению предполагает, что ты выходишь как бы в чистое поле, говоришь, слушайте, долбоебы, я тут лучше всех. Вот как бы подтекст, мне кажется, всегда такой. И это, ну, как бы кринж. То есть в обществе не очень хорошо относятся к тем, кто себя прям демонстративно ставит выше других. То есть есть определенные законы, когда, условно, если ты сам флексишь, то это кринж. А вот если как бы из контекста, из ситуации становится понятно, или там кто-нибудь другой про тебя говорит, то это прикольно. Это как раз социальная валидация. Поэтому, ну, я все-таки, наверное, рекомендовал бы людям поменьше делать того, что в обществе порицается, побольше того, что одобряется. И это обычно улучшает взаимодействие с другими людьми. Потому что все эти законы, но они как бы не просто так появились, это как бы следствие определенных социопроцессов, социо-взаимодействий, скажем так. Фил, ну, я не вижу смысла хвастаться именно. Ты в свои вот жирные годы, в свои лучшие годы, когда ты вот прямо, вот ты чем помнишь? Я уже просто стал даже забывать, как ты флексил. А это было... Ты шутил постоянно? Нет, я маневая часть, ты в смысле шутил? Нет, богато шутил вот эти вот... Богато шутил, да. Геношные шутки. типа, наблевать в майбах, ну, типа, такие вещи. Или рассказывать, как ты наблевал в майбах. Мне кажется, наблевать в майбах можно как бы, если знаешь район, где они стоят, можно бесплатно. Да, ты вызываешь, короче, этот самый дорогой такси в Москве, потому что майбах, а я же еще из Иваново, и смешно, что я приезжаю из Иваново, типа, этот сельский долбоеба вызывает дурацкий майбах и типа, прочего. Короче, это флекс, который как, я не знаю, Трантиновский или Гаричевский, это какой-то показуха, которая не скрывает, что она показуха. Это смешно, блин, я очень хочу разбогатеть для того, чтобы шутить по-идиотски. Ну, ты знаешь, просто... Кроме того, что зачем мужчине деньги вообще? Ты там, я не знаю, в моем случае, семью садишь, заебись, ездишь по миру, заебись, хотя, как бы, хватает уже. Вот. Что ты строишь? Как-то там, амбиции свои тоже заебись. А дальше зачем деньги? Выебываться и шутить. Мне кажется, что это опасная стратегия. Мы сейчас движемся в сторону cancel-кауча. Все сильнее и сильнее. Это, судя по всему, неизбежно. И практика показывает, что вот как бы, когда у тебя денег реально не очень много, и ты смешно выебнулся, и все как бы считали самоиронию, то все такие, ха, ну, типа, ну, окей, забавно, типа, кто-то там, не знаю, окрысился и защитпостил, но в целом люди нормально восприняли. А когда у тебя реально много денег, и ты начинаешь уебываться, вот вспомните, даже было там, когда 10-15 лет назад, когда дура впускал из пятитысячных купюр самолетики. И в целом все к этому отнеслись как типа, ну, блин, ну, он долбоеб, как вот так вот. Раскидался когда прямо, ну, он типа скрышил туда в самолетике, чтобы чисто посмотреть, как люди, ну, типа, за ними прыгают, потому что для них это большие деньги, а ему типа, ну, насрать было. Вот это, ну, такое как бы не альфа-поведение, а скорее типа, бета, или там еще где-то ниже, или там Илон Маск, да, то есть он, его же все, ну, дико любили, почитали долгое количество времени, а потом он стал прям совсем капец богатым, и у него чуть больше появился типа, ну, там, я богатый, делаю, что хочу, и его стали многие хейтить, и вот даже сейчас, когда он выходит на какую-нибудь там красную дорожку и начинает просто кривляться, типа там смешно, попрыгал там, попозировал, ну, ну, лоу как бы, я в этом не вижу ничего плохого на самом деле, и люди все пишут, типа, фу, поехавший, ну, блин, ну, просто как бы чуваку по кайфу покривляться, как бы, почему нет, то есть вот. Ну, вот я уже богатый. Альфа-бета-поведение, а ты прикинь, вот делать-то то, что другие одобряют, это как раз все могут. И, знаете, вот быть богатым человеком, но скромным, ну, даже не богатым, средним классом, но скромным, это же капец как легко, это так социально одобряемо, это так, это как Билл Гейтс, который сказал, что он оставит детям по миллиону долларов, а остальное все он раздаст на благотворительность, да, это так здорово, и он при этом ничего не теряет, он не обязан так делать, он может все в семейный фонд и так далее, а поступать, ну, то есть, как-то тебе все будут говорить, что ты плохой, хотя ты не делаешь ничего плохого, ты как-то там в их картину мира не укладываешь, но когда Дуров кидал пятитысячную, он, грубо говоря, у старушек пенсию не отнимал при этом. Просто как это, экстравагантное поведение, да. И прийти в то состояние, когда ты для того, чтобы поугарать, можешь себе позволить принять то, что все будут при тебя плохо говорить, ну, охренеть, как же круто. Нет, я с тобой согласен, наверное, с тем, что делать свою тему, не обращая внимания на то, что говорят окружающие, это скорее, ну, признак такой сильной агентности, независимости и так далее. Но я не согласен с тезисом про то, что ты сказал, что, типа, проще гораздо быть там скромным и так далее. Нет. Потому что все, что в человеке заложено эволюцией, это стремление к тому, чтобы повъебываться максимально красиво, чтобы все сказали, там, какой-то красавчик. И вот эти вот, ну, как бы тренды, они, большинство людей, которые становятся там резко богатыми, они скорее толкают вот к какому-то показному потреблению, к выебонам и так далее. И это, ну, как бы, это не сложный путь, это скорее вот базовый путь. Поэтому респектуют таким редким чувакам, типа Уоррена Баффета, который охренительно богат, но он этим вообще не флексит, и он, типа, живет как будто бы для другого. Все такие, ого, даже так можно. Никто так не делает, потому что ни у кого не получается. Все скажут, типа, нахрена мне вообще богатство тогда, а вот он так делает, и он, типа, красавчик по этому. Вот, смотрите, я вижу в этом, я вижу в этом рациональное зерно, мне нравится идея, что противостоять культуре потребления, показно, это нелегкий путь, когда у тебя есть возможность все. Ну, да, наверное, не знаю. Он такой, я живу в съемной квартире, он мне не пишет, он мне не отвечает, как бы, я бы, знаешь, может, спросил бы, но он не идет почему-то. Спартанство, это, это круто, а не быть в культуре потребления, это круто, но выебоны, как бы, самый простой путь, это быть скромным, чтобы, как ты вначале сказал, чтобы выебывались за тебя, ну, как, когда ты миллионер, нет, вообще ничего проще, чем вот так делать, ты как, какой-нибудь, как бы, галецкий, например, который такой... А почему никто так не делает, если ты сейчас так оставишь? Кто-то так делает, они все такие галецкие, вот раз. Таких мало. Ну, вот ты сейчас начнешь загибать, у тебя на каждого такого, я назову тебя... я просто вообще мало миллионеров знаю. Так, их, наверное, и мало, потому что они могут себе позволить такими не быть. Блин, скромным быть легко, мне кажется, мне кажется. Я всегда, если вот по себе судить, и это не только про деньги, а про все остальное, выебываться, особенно заранее, это риски. Ну, то есть, вот вы там с чуваками, с пацанами подошли к гаражу, и вот там другой гараж, и ты такой, сейчас изи перепрыгну. А ты понятия не имеешь, перепрыгнешь ты нахрен, и нет, возможно, ты очень-очень-очень смешно упадешь. И если бы ты до этого не выебывался... Ну, в этой ситуации, да, но когда, мне кажется, когда ты сильно богатый, мне кажется, наоборот, выебываться, это гораздо более легкая стратегия, и, скорее всего, ты будешь это делать непреднамеренно, и тебя будет к этому толкать. Есть как бы, есть пошлые способы выебываться, а есть высокоранговые, хитрые способы выебываться, и вот ты сейчас как будто бы говоришь больше про такие вот прям самые базовые, типа, как знаешь, там, ты слушаешь самый такой музон какой-то разъебный, там, типа Моргенштерна, да, есть как бы какие-то более высокие уровни, где ты там больше каких-то слоев различаешь, и... Эстетские выебоны. Ну, типа, да, да, вот эстетские выебоны, мне кажется, они долгосрочно, типа, более интересные на самом деле, чем вот, вот тупо, сколько ты можешь наблевать раз в майбах, чтобы это было прикольно. Ну, как бы даже один раз, если честно, это too much, на мой взгляд. Блевать в майбах смешно, когда ты богат настолько, насколько был тогда богат я. Когда ты, Илон Маск, блевать в майбах вообще не смешно. Когда ты, Илон Маск, смешно наблевать на встрече с президентом в Белом доме, вот тогда это смешно, вот это вот, потому что, ну, для меня было дорого наблевать в майбах, на самом деле, и вызвать его дорого было, и наблевать. Я не понимаю, сейчас смысла флексов. То есть, типа, в чем? Если этот флекс тебе обходится реально в дохера, то есть, не в смысле, что ты много потратил, а в смысле, что для тебя это было очень чувствительно. А зачем, понимаешь? Вот мой вопрос, как бы, зачем? Шутка хорошая, шутка требует же. Вот если бы, типа, он пришел бы на встречу с какой-нибудь гнидой, там, типа, да, и он бы его поставил на место ценой каких-то личных потей, но, типа, это надо было сделать, потому что, типа, это правильный поступок. Вот это бы я понял, по крайней мере. Это просто правильный поступок. Здесь нет никакого юмора. Не, ну просто ты пришел к нормальному чуваку, к какому-нибудь президенту, и взял на блевалку. Ну, как бы, типа, блин. Ну, это стрёмно. Я бы тогда, может, не пошел на встречу маска. Сейчас объясню это немножко. Может, он блеванет на меня. Что за хуйня вообще? У Темы план позвать Пашу Дурова и два часа говорить про рыбалку. Специально. Вот Дуров никуда не ходит, рано или поздно он до нас дойдет, мы не будем с ним говорить ни про что, что всех волнует. Просто ни про что. Вообще ни одного важного вопроса не зададим. Ни слова, ни про телеграмм, ни про ВК, ни про политику. Вообще похуй. Будем говорить про хуйню. Этот момент вы вырежете, да? Я так понимаю, чтобы не спалить план. Да никто нас не смотрит до сюда. Все, раздеваемся. Или он запигает. Неважно. Короче. И все такие, на вас свалилось. Смотри, мы это задумали, мы еще не богатые медийно настолько, чтобы Дуров к нам пришел. Будем? Мы придем к этому, мы эту шутку задумали до того, как мы стали настолько богатые. Мы придем к этому, он придет к нам и только к нам. И все такие, на вас такое вот обвалилось. То есть, как будто бы общество дало вам мандат наконец-то поговорить с очень важным человеком, а вы вот так вот. И это будет охеренно. Это будет богатство. Если Дусь позовет Дурова и поговорит с ним про все, это не будет флекс. Это будет просто Дусь позвал наконец-то интересного гостя, интересно поговорил. Полная хуйня. Короче, у тебя юмор. Тебе должен нравиться какой-нибудь юмор Энди Кауфмана, да? Такой какой-то абсурд. Да, да, да. Панк небольшой. Да, да. Абсурд, панк, перформанс это именно наш путь. Я не против до тех пор, пока это не за счет других людей. То есть, вот если твой юмор, он построен на том, что ты просто блеванул как бы на ни в чем не повидного чувака, это кинж, на мой взгляд. Это не круто. Если как бы других людей не уезжает... Уточню, я не обливал туда это привлечение. Мы пролили туда сидер. До этого уже меньше людей не смотрело, чем которые посмотрели, что ты обливал в Майбах. А я же там не говорил, что я обливал, а говорил, что абстрактно, что это вот так хорошо. На самом деле, мы там сидер пролили и заплатили за химчистку. Я вырезал час про компиляторы, а ты набливал в Майбах. Я перешел бы к следующему вопросу. Сколько лет мы говорим на подкасте про эти зарплаты, айтишные деньги, поиски работы? Честно, я не всегда их понимал. Лично для меня это какая-то странная стратегия превращать поиск работы в бизнес-план, где устроиться повыгоднее, где рвать побольше зарплату, относиться к себе как к ценной бумаге, следить каждый день за своими котировками. Сколько я сегодня стою на рынке? Сегодня плюс 3%. О, пора скидывать. Не знаю. Лично для меня работа это про поиск базового комфорта. Я хочу, чтобы она покрывала мои потребности. Я хочу, чтобы мне было интересно жить. Я хочу, чтобы она дала мне приятных людей вокруг, возможность сделать хорошие вещи, самореализовываться творчески. Деньги в контексте стремления разбогатеть выходят на первый план, когда думаешь, в какой бизнес-проект их вложить, или как инвестировать, как ими рискнуть. Но я не бизнесмен и не финансист. Я не хочу каждый день думать о том, как выгоднее приумножить каждый свой доллар. Я хочу, чтобы на работе мне было клево, чтобы все бытовые вещи были закрыты, чтобы мне было спокойно и интересно, и чтобы оставалась энергия на жизнь и деньги, которые я уже буду думать, как приумножать всякими там инвестированиями, а не скаканием с места на место в поисках очередных плюс 10% к зарплате. Если у вас отвлекается этот взгляд, то откликнется и наша интеграция. Партнер этого эпизода IT-компания Selectel, крупнейший независимый провайдер сервисов IT-инфраструктуры в России. Там будут нетривиальные задачи и опытные коллеги, и доверие с поддержкой. Разработчики развивают крупнейшую облачную платформу с огромным набором микросервисов и подсистем, пилят биллинг и клиентские сервисы, делают заказы управления железной инфраструктурой таким же быстрым и удобным, как и облачные услуги. Помимо работы, ребята любят проводить собственные митапы и конференции и не просто где-то, а в собственном офисе в Питере. Пишут статьи на Хабр и в свою собственную Академию Selectel. Весь процесс разработки построен так, чтобы команды могли в понятные сроки доставлять максимум полезного пользователя. Команды сами определяют, как именно они это будут добиваться, при этом в работе опираются на общие принципы. Когда нужно решить какую-то задачу, сначала команда ищет готовое решение и оценивает необходимые доработки. Например, для облака используется доработанный OpenStack, а не самописная система. Второе. Делать быстро и минимально необходимое. В Selectel продукт делают короткими итерациями по 1-3 месяца. В итерацию берут только тот необходимый минимум, который нужен клиентам. Разработка экономная и за счет этого эффективная. Третье. Специализация. Над каждым направлением работает группа, которая обладает нужной экспертизой. Например, в группе биллинга важен опыт работы с платежными шлюзами и различными валютами, а в группе виртуальных машин опыт работы с виртуализацией, образами и операционными системами. Дальше. Плотное общение в нужное время. Команда сама определяет частоту и наполнение встреч для себя. Нужна ли им детальная проработка задач в бэклоге в виде встречи или можно решить о синхронном оффлайне или хотят ли участники команды продемонстрировать результаты своей работы ребятам из соседнего отдела. Однако команда отвечает за выбранный процесс, способ коммуникации и самое главное за полученные результаты. Ну и наконец тесты доки два ствола. Каждый спринт включает в себя не только сам код, но и тесты, деплой на боевые сервера, рассылку по сотрудникам отдела продаж, обучение сотрудников поддержки и создание документации. Переходите по ссылке внизу и почитайте про Selectel подробнее. Залетайте на их блог и в телеграм-канал. Внутри вакансии доклады сотрудников с конференцией, полезные подборки, рассказы о Wellbeing и карьерные материалы. И возможно вы готовы присоединиться к команде. Все нужные ссылки мы оставили в описании выпуска. Следующий вопрос. Риск это нормально стратегия? Пообъясню контекст. Мне очень понравилась мысль, вот недавно мне наш хороший друг сказал, что вот пока у тебя нет 10 миллионов долларов, ты не богатый. Чтобы стать по-настоящему богатым, а это вот именно там от 10 миллионов, можно туда попасть только если по-крупному рисковать. Это зависит от того, что считать риском, потому что в зависимости от того, как ты определишь само понятие, мне кажется, что вообще без рисковых решений в принципе особо в жизни почти нет. То есть вот если ты библиотекарь, который работает там в самарской библиотеке 20 лет и продолжаешь это делать, это не значит, что ты поступаешь без риска. Нет, как бы это решение, оно несет в себе вполне понятные риски. Нихера не накопить за всю жизнь, там не иметь мало опций и так далее. Поэтому любое практически решение, оно будет рискованным в том или ином виде. Надо просто выбирать, наверное, правильные риски и правильные апсайды. То есть вот есть, например, вещи какие-то, которые кажутся страшными, но они в себе особо рисков не несут, не знаю, типа подойти, попробовать познакомиться с девушкой симпатичной. Типа это для многих кажется вообще чем-то ужасающим, хотя по факту... Я не представляю, это вообще... Ладно, окей, сейчас ты рискуешь сильнее, сейчас про тебя могут написать в Твиттере и тебя будут обсуждать еще там неделю. Это чуть более страшно. Но раньше... Там же наглядишь, еще прочитает Твиттер и совсем просто начнется. Да-да, это, конечно, это большие риски. Но в целом, как бы, апсайд большой, может, ты типа с ней замутишь и всю жизнь потом проживешь. Даунсайд маленький, как бы, она на тебя посмотрит как на чмо и скажет, типа, сорян, я там не знакомлюсь на улице. Вот. Вот такие как бы риски, они прикольные, их надо больше брать. Извини, Паша, просто на секунду перебью. Мне 30, я имею право так шутить теперь. Не стоит считать отношения длиной в жизни хорошими, выигрышем. Не, я не понял. Старые мужики все время шутят про то, что брак это пиздец. Я теперь старый, мне тоже так можно шутить. Я все, что... Ну, я бы не шутил, что в целом брак пиздец, просто как бы некоторые браки пиздец, и разводы в этом смысле это норм. То есть там часто говорят, о, 50% браков кончаются разводом, типа, это так ужасно. Я думаю, типа, блин, но потом те 50%, которые развелись, они идут еще раз, как бы, женятся или там выходят замуж, и с вероятностью 50% как бы находят своих чувачков, и это уже, типа, 75% при двойном браке. То есть если это рассматривать как такую итеративную игру, то в целом, как бы, ну, развод и развод, что, ну, типа, не подошли, не подошли дальше. Ну, знаешь, я, наверное, как бы, давай чуть-чуть даконкретизируем. Допустим, у меня, вот на меня свалились 100 тысяч долларов, они не лишние, у меня нету больше денег, вот у меня вот 100 тысяч долларов, все, больше нету. В смысле, ты мне говорил, что тебе нечем мне занять, дохуел? Да гипотетически, гипотетически, подожди, я говорю, вот у меня, допустим, свалились, у меня нет 100 тысяч долларов, ты прикалываешься, что ли? Нету, отвечаю, клянулся, нет у меня. И я такой, ну, нормальная стратегия, наверное, будет, да, как-то вот это сделать, правильный портфель, там какие-то вот 10, на 10 процентов в год там увеличивать, вот это все. А можно вот взять и просто вот раздать эти деньги по каким-нибудь стартапам, на покупать доли в стартап, на все деньги вообще. И я такой, ну, оно должно что-то стрельнуть, и моя цель выйти вот больше 10 миллионов, чтобы у меня было, а еще лучше вообще в 500 миллионов выйти. И если я буду просто грамотно распределять портфель в портфель 100 тысяч долларов, то я как бы никогда, наверное, не стану сверхбогачом. А вот чтобы именно ворваться прямо в клубе гонеров. Тебе надо понять, что ты оптимизируешь. То есть, да, ты прав. Если ты будешь аккуратно, разумно вкладывать бабки, то ты, скорее всего, ну, типа, не скорее всего, ты почти точно не станешь сверхбогатым. Но если ты разложишь, как бы, по всякой херне свои деньги, то в 92% случаев ты, как бы, будешь хер сосать без соли. Да. Ну, типа там, в каком-то 0,1% может быть, ты станешь богатым. Это чем-то немного похоже на лотерею. То есть, как бы, вот, ну, некоторым людям нравится играть в лотерею. Их, типа, бодрит та идея, что вот они потратили там 10 рублей, и, возможно, они станут супербогатыми. Но большинство людей, если честно, вот если как бы аккуратно сесть посчитать, к этому относятся скептически. У меня, скорее, другая мысль. То есть, я больше думаю про то, как бы мне оптимизировать худшие сценарии своей жизни. То есть, вот я думаю как, так, что если у меня жизнь будет развиваться по нормальному или хорошему сценарию, то мне будет не так уж плохо, скорее всего. То есть, у меня там и деньги будут, и чувствовать себя будет нормально. А вот если пойдет в сторону какого-нибудь пиздеца, типа там, когда, не знаю, везде война, меня там, типа, от всюду выгнали, там, все отобрали, вот это будет самый херовый случай. Мне бы хотелось, чтобы в нем у меня что-то осталось, я мог там выживать на эти деньги. Потому что, если вот в этом случае, типа, у тебя ничего не будет, то все, уже можно ложиться, я больше вот пытаюсь как бы выровнять поле разных сценариев и убедиться, что даже в самых как бы стребных мне не будет уж совсем херово. Потому что, ну, не знаю, вот как бы мне, меня меньше перешает идея о том, что в одном проценте случаев я стану, типа, сильно богат. И что, я от этого стану охрененно счастлив, что ли? Вот, если в 30 процентах я буду хер сосать без соли, вот это вот, скорее всего, меня сделает несчастным. А если в одном проценте я стану супер богатым, у меня будут просто новые проблемы супер богатого, которые меня, ну, типа, я не буду счастливым автоматом, я просто смогу более флексить качественно, как говорит Фил. А у меня в этом смысле немножко другой подход. Я стараюсь сильно рисковать, но так, чтобы риски, ну, то есть, сработает или не сработает, зависело от меня. То есть, я не очень понимаю людей, которые вкладывают рискованно, ну, то есть, я не знаю, они такие, если класть деньги вот сюда, допустим, вот это такое там брокерское исследование или что-то, и там типа 10 процентов в месяц, и есть риск, что потеряешь все. Они такие, рискну, но они же рискуют, как реальная лотерея, то есть, это не зависит от того, что они сделают, они положили туда деньги, и там действительно 10 процентов в месяц это очень много, и если у них там проканает, это будет проканывать два года, то они там сильно приумножат капитал, но они никак на это не влияют. А я, короче, я всю жизнь, особенно последнюю, я активно иду на большой риск, который должен мне дать большой буст, сильно изменить положение вещей, меня в 10 раз увеличат, в 100 раз. Но это от меня зависит, сработает оно или нет. Это же верно, только частично. То есть, у тебя нет никаких рискованных затей, которые вот прям на 100 процентов зависят только от твоих действий. Там всегда есть какой-то элемент удачи, и ты на это повлиять не сможешь как бы окончательно, бесповоротно. Я не могу повлиять... То есть, смотри, все, да, сложнее. Во-первых, там есть большой процент удачи, есть такая штука, что я теряю не все, что у меня есть, грубо говоря, если будет неудача. И есть такая штука, что я влияю на то, насколько сильная неудача будет, если будет эта неудача. И насколько она по мне ударит. То есть, ты как... Это сложнее. Там есть варианты заранее понять, что будет неудача, и успеть во что-то другое пойти, пока эта неудача по тебе не ударила. В итоге оно так и работает. Мне, наверное, вот из того, что ты говоришь, близка идея немножко просто декомпозировать это на две кучки и сказать, вот есть некий набор ресурсов, которые я вкладываю в то, чтобы у меня базовый уровень того, что мне надо по жизни, он как бы в любом случае был поддержан и закрыт. А есть как бы вторая кучка, где я вкладываю более безумно во всякие там лонгшот, так сказать. И если даже там все прогорит, то будет не так уж страшно. Но зато именно это для моей жизни делает там драйв, кайф. Я чувствую себя живым, мне как бы прикольно, интересно. Вот эта стратегия, мне кажется, ну, типа адекватной, прикольной. Я против нее, наверное, ничего не могу сказать плохого. Я не хочу сказать, что все должны быть скучными старперами, которые всю жизнь складывают там в кубышку, в какой-нибудь индексный фонд и все, типа. Ну, нет, можешь рисковать, если тебе нравится по жизни этим заниматься. В этом плане нас троих объединяет один очень приятный факт, что делая все, что мы делаем, мы еще и медийку накапливаем, которую ты никуда как бы не тратишь. Которая, вот как ты сказал, что есть то, что тебя обеспечивает и так далее, и вот она-то остается. Люблю твой оптимизм, конечно, обожаю. Очень громко такое, я делаю такой проект, все такие со мной, и каждая, короче, каждый элемент моего проекта, каждый его соприкосновение с реальностью приводит ко мне новых людей и новых людей и еще новых людей. И даже если проект загибается, эти люди со мной остаются, я потом иду делать что-то еще, и опять они приходят новые. Все время. Медийка копится, она только копится. Она может менять окрас с позитивного на негативный. Вот, вот я про это хотел сказать, что это же обоюдоострый меч, то есть тебя пока никто не знает, ты можешь любую дичь творить, как бы всем насрать. Когда ты стал микроселебой в Твиттере, то вероятность того, что тебя попробуют заканцелить, она сильно повышается. И мне кажется, что это достаточно неприятная штука. О, я в этом плане, у меня сейчас подход, как, знаете, как принимать яд по чуть-чуть, чтобы полностью к нему привыкнуть. Я часто стал идти на вещи, которые вызывают попытки заканцелить и раздвигаю границы, возможно. Да, вообще, мне кажется, в принципе, это сейчас часть вот этого правого поворота, который вот так становится все глобальней, глобальней и массовей. В том, что cancel culture, ты говоришь, тебе кажется, что будет cancel culture, мне кажется, что сейчас, наоборот, возрастает очень большое сопротивление к культуре отмены. То есть уже не прокатывает. Уже на все случаи, где кого-то пытаются отменить, они смотрят скорее негативно. И очень много поддержки. Где? Вот в чем вопрос. Ну и мы про наш медиапузырь, про который я и говорил, когда говорил, что у меня медиа. Нет, у нас в России все всегда было вообще как бы не так. То есть там реальные жесткие проблемы. Это вот Штаты и Ижи с ними, где у тебя прям, ну, там, тупо на работе возникает проблема, что тебя увольняют и, не знаю, там, собираются к тебе прийти, ну, там, сжечь что-нибудь там на твоей лужайке. В России это всегда было суперлайтово. И, не знаю, я даже пытаюсь вспомнить, вот какие были последствия, чтобы кого-то в русскоязычной среде прям настолько заканцелили, что это само по себе стало гигантской проблемой. Мне на скидку, если честно, не приходит. У нас в России другая проблема. У нас приходит государство и ебет тебя гантелей. Вот это вот как бы основной риск, что, типа, ты скажешь что-нибудь не то. И, ну, типа, вот, российская cancel culture – это Ивлеева. Вот как бы, ну, да, у нас она по-другому работает, да. У нас немножко по-другому. У нас государство, да, я кажется, у кого-то. Ну, вот если Боярин отменяет, тогда все нормально, а холопом... Да, да, да. Не, на самом деле, я просто в этом... Да, да, блядь. Привы жизни разговорчивы. Давай, говори. Я смотрел подкаст с Кевином Спейси просто на днях, он приходил к Алексу Фридману, чудесный подкаст, замечательный, и мне кажется, что... Ну, типа, он же вот такой, очень сильно отмененный был. Вот еще... Он именно отмененный, не заслуженный, как Харви Венштейн, да, а вот именно отмененный. И он сейчас как бы вроде его начинают опять звать, у него какие-то там роли появляются, то есть вроде как... Я, насколько понимаю, он, типа, реально все бабки потратил. Да, я так понимаю, что да. То есть, для него это пошло плохо, но как будто бы сейчас общество такое, вот даже там, как мне кажется, именно делает этот поворот в то, что, ну, кажется, это хрень какая-то все, это канцелкалыч. И надо поддерживать людей, которых, кажется, неспередливо обвиняются. Оно, понимаешь, оно раскололось. Ну, раскололось. Особо, когда выяснилось, что Кевин Спейси невиновен, то есть его там оправдали судей, и такие, опа, чки-чки-чки-чки. Я даже не уверен, что все поддерживают идею, что он невиновен. Мне кажется, просто там реально вот как бы часть общества, оно продолжает стоять на вот этих вот... Сто процентов, да. Как бы и продолжают там с люканем, давайте всех отменять. Часть, да, там жесткая реакция, вот эти все консерваторы, Илон Маск и прочие, они как бы, ну, против этого борются. И где-то там в середине есть человек, которым просто насрать. Но это не то, что, типа, знаешь, там, мать, не качнусь в обратную сторону, этой проблемы больше нет. Нет, она прям жесткая. Нет, она есть, но мать, не качнусь. А вот в этом плане, мне кажется, как раз когда расколото, когда есть такие, 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 это как раз заебись, потому что там cancel culture в ее яростном проявлении это ужасно, а, ну, вообще, и проблема, что там целая куча людей при изнасиловании просто не говорили, потому что ничего бы не было, тоже ужасно. То есть как раз там куча разных относительно радикализировавшихся сообществ, это не так страшно, если их много, и они как-то друг друга балансируют. Если ты, короче, отмененный, тебя зовут на Fox, и не зовут на, там, в Голливуд, грубо говоря, или в Disney, ну, нормально. А если тебя не зовут никуда, это уже проблема. Та же херня за тем, что... Почему, откуда вот эта идея про правый поворот? То, что Маск, например, ну, наверное, первый суперпопулярный у всех человек, который стал себе позволять так говорить, что концел-калчер отстой, что, там, стал праветь просто в наглое. Потому что он был левый, и вообще до мозга костей, там, экология, вот эта вся херня, равенство. Я не уверен, что Маск был левым. Я, по сути, я понял, что... Ну, в смысле, публично был. Публично был, вот он не говорил того, что нельзя говорить в СЖВ-повестке, грубо говоря. А теперь говорит... Я поймался на мысль, что я как тот чувак в этом комиксе, где, типа, две старухи в деревне встречаются в российской глубинке, такие, что, как там выборы в Миннесоте? Вот я тоже мой чувак, который никогда не видел эту cancel-каучер в живую, мы сейчас сижу и рассуждаю, типа, ну, там вот тенденция такая. Ну, смотри, да, ты начал про нее говорить, когда я стал говорить про медийку. На самом деле, в русскоязычном IT это было проблемой. Наших знакомых увольняли из-за того, что они плохие твиты написали. И причем, никак у американцев плохие твиты, в смысле, про геев или что-то такое, а что-то, что просто кого-то задело. Про фронт-эндер, что-то такое. Просто шли в компанию, и отчет ржешь с тем, это, типа, буквально так. Я вспомнил кейс, поэтому и ржу. Да, да, просто, типа, пошли к работодателю, такие, смотри, что написала, увольняйте нахуй, а не увольняйте. Она не уважает всех фронт-эндеров. Это нормально. Это, опять же, это же не такой cancel, это, типа, ты наехал на каких-то конкретных людей, я правильно понимаю, по сути? То есть это не то, что... Ну, группа людей... Нет, нет, это была шутка, это была шутка просто про фронт-эндеров. Это cancel в методах, но не в причине, но не настолько яростной в том смысле, что не стали они потом ходить за всеми ее следующими работодательствами. Но могли бы. Ты просто когда сказал про фронт-эндерку, я сразу вспомнил про чувиху с ИПшкой в Грузии. Не она? Случайно. Ты сейчас пиздец уточнил. Это сейчас просто любая чувиха. Нет, ну это был мега известный этот кейс, где... А, и президент Эстонии было, да. А, о, да, но это была жесткая тема. Нет, это было... Интересно, чем кончилось. Сложный, интересный кейс, да. Мы просто тоже немножечко залезли в него. Нам писали статью. А, да, я помню, понял, вы же с ней тогда общались. Я тоже просто делал интервью, не интервью, статью с точки зрения именно налоговой, типа там, как что работает. Да. Ой, а что сейчас с ней-то? Вы узнали, где она сейчас что-то делает? У нее... Это не первый ее такой публичный скандал. Она каждый раз после них меняет везде ники и так далее. Они отсвечивают, потом раскачивают себе новый аккаунт, тоже анонимный, и потом опять что-то делает. Вот это флекс, согласись. Вот это высокоранговая. А, клевая, да. Блин, вот ты говоришь про культуру отмены. Реальная проблема в том, что нельзя писать про то, что у тебя с деньгами на самом деле. Вот это вот налоги. А сколько ты зарабатываешь? Потому что, допустим, у меня хватает хейтеров и там сложить 2 плюс 2 и понять, что я на самом деле не... А все люди, которым я их должен платить, вполне могут меня посадить. Фил, я тебе всегда говорю, вот держи при себе свои налоговые флексы. Вот да, я думаю, что... Он любил всегда такой, знаешь, публичный ванкастик пооражать. Да, это может быть вырежать сюда. И, конечно, я вырежу, бля, всегда вырежу, когда начинаешь орать, что ты не... Решаешь законы. Ну, естественно, блин, я даже быстрее, чем твои зиги буду врезать, так что все. Так, ну ладно, бумажка. У меня вот тут вопрос попал. Почему я снова бедный? Это вопрос самому себе. Да. Ладно, да. Так. Не, давай разгоним. Разгоним, да? Да, это классная тема, когда с гребаной зарплатой, когда ты начинаешь получать нормальную зарплату, ты попадаешь в мир, где, ну, ты начинаешь думать, что так будет всегда. Она у тебя еще потом через годик повысится, сильно повысится, через годик еще повысится, и ты такой, все, вопрос, как содержать семью, у тебя тем повышалось, осуществление из-за подкаста. Знаешь, что у меня случилось с моей зарплатой? Она понизилась в два раза. Я имею в виду твой инкам, то есть с тех пор, как у нас подкаст попер, потом работу нашел. Конечно. Ты забываешь о том, что на самом деле может быть так, что тебе не сможешь жить. Даже не то, чтобы прямо сильно хорошо, а просто нормально. Ну, вот это, конечно, пугающе, да, то, как... Ну, то, что для тебя было каким-то непозволительным комфортом, как быстро становятся нормой жизни, которую ты не хочешь... Ну, которая даже не то, что не хочешь, а иногда даже физически как-то не получается перестроиться обратно. Например, вот даже вот эта привычка не смотреть на сцену в магазине, мне кажется, она такая довольно... Я не знаю, это вредно, это полезная привычка, это нормально, не смотреть на сцену в магазинах? Вот, Паш, вот скажи, как рациональный человек, который любит откладывать. Я разучился, и мне это мешает сейчас уже, когда я снова стал бедным. Это же вопрос, да. Какую долю затраты на еду в твоем бюджете составляют? Если это маленькая доля, то в целом, как бы, ну, действительно, пофиг, там будет чуть больше, чем меньше, без разницы вообще. Если это стало большую долю занимать, ну, может быть, наверное, да, стоило бы еще более внимательно смотреть. Тут всегда, конечно, проще расти вверх, чем вниз. То есть, как ты сказала, да, что у тебя новые какие-то ништяки, они тебя радуют условно сильно первые неделю, месяц, а потом оказывается, что это просто рутина, к которой ты привык. А вот когда ты теряешь что-то, к чему ты раньше привык, вот это уже, конечно, большая засада. Стояки как раз любили развлекаться вот этим всем. Они периодически себе выделяли день такой специальный, когда, типа, ты спишь, не знаю, там, на улице в хлеву, ешь там какую-нибудь полбу без соли, и после того, как ты денек на таком поживешь, ты такой возвращаешься в свой родной комфорт, ты как в первый раз, такой, кайф, там, кофеек, наверно, вкусненький. Да, да. Поэтому, что-то есть. Когда еще сам, ну, ладно, ну, когда самому надо сдавать назад и, там, начать, начинать есть херовые продукты, или, ну, лиши не терпеть, это норма, к своей семье, к своим детям идти, и говорить, ну, мы теперь бедные. Ну, всех нормальные, папка, а ваш лох, ебаный, поэтому, поэтому вы теперь перепривыкаете, а это кошмар. Ну, к этому я тоже по-другому, к этому я тоже более философски отношусь, как бы, когда, типа, ты всегда найдешь, чем забрать любовь своего ребенка и без денег, то есть, ну, как-то здесь, мне кажется, это работает всегда. Стать классным папкой не обязательно быть богатым папкой, пока, по крайней мере, не знаю, как там будет в следующем уже, когда она станет постарше, но сейчас, мне кажется, это абсолютно нормально. Побыть бедным папкой. Ребенок не острый, мне кажется, это замечает, нет? Ребенок замечает перемены, а, как сказать, жена замечает перемены, и еще у меня круг общения, и дети, ну, тоже семьи, и дети знают, что там, вот, другие дети получают вот это, а твои дети начинают не получать что-то, что им важно. Им понятно, что, как бы, есть куклы за 2000 долларов, и мои дети такие, их не получают, и это, слава богу, да? Ну, если бы для них это была абсолютная норма, они же здесь не понимают, что такое деньги, и для них ощущение, что мы беднеем, что они перестают получать то, что получали всегда, и то, что получают люди вокруг них, Андрей, это ужасная вещь. Ну, я не знаю, типа, наверное, да, вот перемены может быть какие-то заметные, но, например, такие вещи, которые есть там, у других, ну, я не знаю, например, я ношу свою дочку на закорках, да, и вот когда мы идем, другие дети смотрят, что моя дочь идет у меня на закорках, и начинают проситься к своим папам на закорку. И это же, ну, как бы, не вопрос бедности, богатства, это вопрос чего-то другого, и вот такие вещи ты всегда можешь давать, и ребенок все равно себя будет чувствовать хорошо, если ты ему просто даешь заботу и любовь, и развлечения, и как-то занимаешь, делаешь ей интересную жизнь. Ты же еще не забывай, что когда у тебя становится меньше денег, ты не то чтобы расположен к таким вещам, у тебя проблемы. Ну, может быть, может быть, да. Психологически мне всегда было важно не смотреть на цены, хотя я не всегда мог себе это позволить, именно потому, что это подстегивало, ну, потому что в моем мире человек не должен смотреть на цены, на продукты, не надо жить, если ты такой подходишь, к сыру, к полке с сырами, такой, блядь, вот это дорогой, это я не беру, а вот это я могу себе позволить. И я не говорю про какие-то топовые, там, дорогущие продукты. Часто просто отменят за эту фразу, это то, что мы вначале обсуждали, почему айтишники говорят хуйню, вот фраза про то, что не надо жить, если ты смотришь на цену сыра, это вот где-то в той категории примерно, мне кажется. Это да, да. Я смотрю на цены сыра и считаю, что мне не надо жить. Бля, просто какой-то, блин, они его из золота делают. Они кормят коров платиной, я не знаю, что, я не знаю, как сыр может столько стоить. В общем, да, почему я снова бедный? Если вот я сейчас, я всегда, я люблю пользоваться подкастом, злоупотреблять служебным положением. Вот, Паш, я обеднел сильно, там, в несколько раз, да, вот, раз в два, два с половиной, три. Что мне делать? Ты сейчас про денежный поток или про объем капитала, который у тебя есть нет, у меня сейчас все очень плохо. Извини, что я обдевлю на больное. Да, хотя бы про поток. Ну, блин, тут тоже сильно зависит от того, чем ты занимаешься. Ладно, так, давайте следующий вопрос. налоги. Да, сними со своего швейцарского счета, вот, и положи куда-нибудь, то есть, иди вот на этот шаг. Да. Ну, видишь, я сейчас, типа, не рвусь быстрее восстанавливать свое финансовое положение, да, потому что у меня как бы есть вот, я энтузиаст, у меня есть творческая задача, я должен ее доделать, я сейчас все силы тратим на то, чтобы даже пускай за бесплатно надо делать хорошие вещи. Потом уже буду думать, тенька, вот, все, я сам себе ответил, поэтому следующий вопрос. Налоги, это нормально? Я считаю, что да. А он считает, что нет. Я перестал спорить на эту тему, на тему нормальных банков и налогов, я решил ждать, пока труп моих врагов группы игрок не в меня. раз вы не хотите спорить, я заблокирую чета, их посадят, и все такое, я буду сидеть, такой я говорил. Вот сейчас, когда прошли дебаты, мы опять сейчас как бабки в деревне обсуждают вот Америку, да, вот эту вашу, пиндос. Я смотрел, поэтому я могу пообзоровать. Вот когда были дебаты Байдена с Трампом, потом я стал читать, у меня весь Твиттер был заполнен их цитатами, там отрывочками, всякими этими американскими аналитиками, правыми, левыми, и где-то кто-то, кого-то цитировал, сори, я вот не помню, кто это был, но чью-то статью цитировали, что налоги, она звучит конспирологически, вот для того и нужен, ты умный человек, чтобы мне сказать, насколько эта херня была статья. Налоги нужны государству, чтобы сохранять видимость того, что оно живет на налоге. Хотя на самом деле, государство живет на другую схему, а именно там вот вся эта, знаешь, экономика взятия у будущего государственного долга, печатного станка и прочего-прочего, какой-то хитрой абсолютно схемы, которая вот приводит к этим кризисам о-ля 2008 год. Звучит как хуйня какая-то, если честно, конечно. Есть вот ребята, которые там, современная денежная теория, так сказать, у которых концепция в том, что типа государство всегда может напечатать любое количество бабок, и ему типа, ему не надо себя ограничивать, если надо. Вот как бы сколько надо, столько напечатал и потратил. Но, как мы видим на примере вот совсем недавних событий, иногда, когда ты пользуешься такими методами, у тебя просто дико растет инфляция, и когда у тебя дичайшая инфляция, типа там 10% и выше, то экономика обычно себя чувствует не очень хорошо, потому что все бизнесмены, они любят, чтобы все было достаточно предсказуемо. Вот ты знаешь, что у тебя там типа на 2-3% в год все дорожает, ты примерно понимаешь, что кого, рассчитал, значит, привлек инвестиции, запустил производство, продал, вот это норм. А когда у тебя типа там в этом году 10%, в следующем году 2%, а через год 20, вот это как бы хрень какая-то для экономики, этого никто не любит, поэтому вот эти вот попытки тратить бесконтрольно, они приводят к инфляции, и это проблема. Поэтому есть определенные вот здесь вот сдержечки с точки зрения того, что государство себе может позволить, и все-таки вот как бы иметь какие-то доходы в виде налогов, ну как бы это проще с точки зрения инфляции, чем просто из воздуха откуда-то печатать. В этом смысле же печатать деньги, по сути, то же самое, что налоги, что в смысле государство напечатало себе бабок, куда-то их потратило, но пока раз оно их напечатало, оно как будто у всех чуть-чуть подзабрало. В одном смысле да, но не в смысле влияния на инфляцию. То есть как бы если ты... в принципе стало больше, то инфляция будет выше, чем если ты их у кого-то отобрал и потратил. Поэтому вот этот механизм перераспределения, да, через налоги, он как бы выглядит более честным в каком-то смысле, как бы, да, что ты это прям наглядно видишь, что вот кого-то забрали и кому-то отдали, чем когда действительно они там напечатали, немножко размыли всех. Штатам, кстати, конечно же проще так делать, потому что, ну как бы долларами много кто пользуется, и ты, у тебя больше база, чтобы размазывать эти издержки по всем. Поэтому достаточно круто иметь свою валюту в статусе резервной, потому что ты свои вот эти вот прикольчики заставляешь всех одновременно страдать от них. Да, у меня в этом плане есть абсолютно нубский вопрос, просто вот идиотский, но я хочу услышать ответ. Мой хлеб ешь. Инфляция во всем мире. Все, все время дорожает. Все стоило X, стало стоить X плюс 10. Кому, блядь, достаются эти деньги? Куда они деваются? Если оно стало стоить дороже, получается, кто-то, кто-то получил эту разницу. Где она? Не, а в шоуничестве, у тебя же деньги, это не какая-то конечная вещь, которую постоянно нужно сложить как бы по всему миру и следить, чтобы там все было постоянно. Деньги, они же крутятся, то есть у тебя 10 человек друг другу оказали 100 услуг, деньги, денег было мало, как на одну услугу, но как бы это сто раз поменяло руки, и вот у тебя и инфляция там наблюдается, экономический рост, а по факту как бы денег больше не стало, поэтому как бы абстрактное количество денег по всему миру это ну такая какая-то не очень что-то показывающая величина, гораздо важнее, что в реальности происходит, какие услуги, кто кому оказывает, насколько их много, поэтому в каком смысле даже интереснее вопрос вот вообще экономический рост, да, он же постоянно происходит практически везде, их все больше и больше вот этих вот услуг, там товаров, это же тоже типа откуда-то появляется, куда-то девается, даже мне кажется интереснее, чем мы просто ну вот здесь, да, они пересекаются, ну грубо говоря, не знаю, подорожал, блин, микрофон, вот подорожал микрофон, с тех пор, как он подорожал, мы развились, и лучше научились сделать микрофоны, у нас мир растет, технологии растут и так далее, почему, то есть он стал стоить дороже, или это у нас просто деньги подешевели? Не, микрофоны как раз дешевеют в основном, то есть у тебя просто для всяких высокотехнологических товаров ты как бы не замечаешь, что ты сравниваешь не одно с другим, то есть вот если там условно, не знаю, ты яйца ходишь, покупаешь, то тебе плюс-минус легко, ну как бы это яйца были, яйца остались, а микрофон, который ты сегодня покупаешь, это совсем не тот микрофон, который ты покупал там 20 лет назад условно, он гораздо круче, качественнее, и может быть даже стоят реально прям дешевле даже в номинале, но вот с каким-нибудь прям, не знаю, там микропроцессором, да, это даже более наглядно, то есть там то, что ты сейчас покупаешь за копейки, это 15 лет назад это был чуть ли не суперкомпьютер, поэтому вот такие вещи, которые завязаны на прогресс, они прям прикольно дешевеют, это прям видно своими глазами, но какие-то вещи, они реально дичайше дорожают, там, не знаю, яйца дорожают, медобслуживание в Штатах или там образование, вот это вообще жесть, оно там скачет вверх, яйца, я, если честно, не слежу, поэтому мне сложно сказать, я заеду. Почему услуги дорожают, это понятно, здесь как бы все логично, чем развитие, тем дороже слуги, это проблема, поэтому я живу в Таиланде. А у меня есть еще более, у меня тоже есть нубский вопрос, я все-таки свой хлеб отобью, Фил, вот часто говорят, что деньги, особенно когда начинают ругать доллар, кто-нибудь, говорят, что деньги должны быть чем-то подкреплены, если деньги ничего не подкреплены, это просто бумажки, но подождите, думаю я, деньги, это же как бы вообще такая вот, ну, это как бы вещественное обозначение, в принципе, человеческого договора между собой, то есть деньги, то есть деньги, это как бы в принципе абстракция, это там обозначение доверия между людьми, и даже когда они говорят, что они даже чем-то подкреплены, они же подкреплены золотом, у которого тоже как бы вымышленная ценность, основанная на том, что люди договорились, что золото ценное, и получается, что вся эта идея подкрепления денег чем-то, она вдвойне абсурдная, и я не понимаю, почему об этом говорят. По большому счету. Но у тебя деньги, это же в каком-то смысле сетевая штука, то есть они имеют смысл, как ты сказал, только когда много людей между собой договорились, или даже договорились, как бы это громкое слово, но просто как бы у всех есть ощущение, что они как бы что-то стоят, и ими можно меняться, поэтому вот как бы биткоин, он вообще ничем не подкреплен, кто-то там говорит, что вот он там подкреплен, короче, затратами энергии, вообще никак не связано на самом деле напрямую, ну, типа там сколько стоит биткоин, сколько затраты энергии, это просто как бы два параллельных процесса, просто в какой-то момент, ну, как бы много людей стали считать, что биткоин что-то стоит, и он реально сейчас дохрена стоит, это достаточно удивительно, то есть вот я, когда на заре всей этой криптоиндустрии, ну, я прям про эти вещи думал постоянно, типа вот откуда реально взялась ценность биткоина, как так получилось, что в какой-то момент все прям на наших глазах поверили, что за это можно дохрена денег отдавать, вот, а если вернуться к обычным бабкам, ну да, к золоту они уже давно не привязаны, последние 50 лет, и золото это тоже прав, как бы оно в том же виде, в каком-то смысле, оно имеет физическое воплощение, с этим проще, его нельзя напечатать из ниоткуда, но глобально оно ни за чем не нужно особо. То, что оно стоит, бумага и золото, их разница исключительно в нашем договоре, что золото дороже, чем бумага, как бы. Не только в этом, там есть редкости вопрос, то есть как бы те бумаги напечатать дохрена, это как бы просто там сурбил леса дополнительные, новые вырастил, напечатал, нолики еще прибавил без проблем, золото так не работает. Конечность его как бы. Да, не только конечность, там еще есть момент с тем, что все эти металлы, которые дорогие, они и применяются где-то. Ну, если честно, золото как бы, вот если посмотреть просто, сколько его добывают, и сколько его в итоге идет на всякие там реальные промышленные применения, там как бы, ну, я не суперспец по золоту, но мне кажется, там малая часть, то есть основное предназначение золота, это просто вот такой легоси биткоин, то есть все договорились там 3000 лет назад, что золото это охуенно, и по привычке все его как бы ходлят в разных там резервах стран и так далее. Вот как бы в этом его функция. А деньги, они... Есть эта функция украшений, и как бы тут, ну, хочешь не хочешь, это его реально дотеррар. Ты можешь делать супердюжманское украшение, не из золота, оно будет выглядеть лучше даже, может быть, но типа все договорились, что золото баще. Я помню, когда я был маленьким, папа мне сказал, что можно из одного металла, ну, из какого-то металла сделать золото, типа из железа золото. Можно сделать. Я такой думаю... Блин, меня прикалывает, что... Реально можно потратить, но это больше энергии, чем ты типа добудешь золото. Меня прикалывает, что люди как бы раньше, вот знаешь, там философы и все такое, ученые, они вот искали философский камень, да, штука, которая будет делать золото из чего угодно. То есть они тогда не были разнакомы с концепцией инфляции или чего-то есть. Они такие, я сделал штуку, которая делает золото из чего угодно, теперь золото ничего не стоит. А другая херня, от которой я еще больше офигел, это то, что в Японии на протяжении сотен лет валютой был рис. Рис, да. Рис, блин, охренеть. Ты вот смеешься, я, короче, у меня был целый класс российских шуток с тех пор, как я переехал в Таиланд, про то, что здесь часто приезжает кто-то большой на Пхукет, и здесь все перекрывают. Я все время шутил, что это министр риса или что там, они в школе изучают рис, а они, блядь, изучают в школе рис. Да, да, я что, там для многих цивилизаций, это прямо вот перелом, капец, как... А они построили из него великую китайскую стену, в том смысле, что он использовался как цемент наш, капец вообще. Ну, в религиях даже вот божества, которые отвечают за рис, типа они были важной частью религии, там, пантеона, всякие вот эти божества, которые надо было приносить там подношение, молиться вот именно о рисе, да. И в Японии то, что они друг с другом торговали, вот валюту, как валюту вместо золота и денег использовали рис, такой охренеть, не встать. Биржа где, куда свозили рис, как в банк, охренеть. Насчет биткоина, Паш, тут, ну, реально, вообще крипты есть ценность, что ее можно передать бесконтрольно от кого-то. И это, ну, это прям ключевая ценность. Нет, я все понимаю, но тебе передавать нужно только то, что имеет смысл передавать, и тебе с той стороны, как бы, это купят за реальные деньги. Короче, вот на этом такой запрос был на такой инструмент, что договор случился, что все-таки, если бы только мы без государства договорились, что что-то будет стоить, просто договорились, то мы бы смогли передавать деньги откуда угодно. И на это был такой огромный запрос, понятно, у кого, что... И вот сейчас часто задумываюсь, а когда крипты, люди передавали бабло, сколько же они теряли? Потому что, я не знаю, я могу миллион долларов отправить человеку за 10 минут на другой конец земного шара, и никто ничего не сделает, он пойдет его и снимет. А как это делалось до крипты? Сколько надо было вот этих систем, которые там, отмывание денег, передача денег и всего вот этого, а здесь просто бах, транзакция, хренак, там миллион долларов был. Вот здесь, в Таиланде, оказался там охренеть. Меня в этом больше, знаешь, интересует то, что... Ну, точнее, поражает, что вот когда мы говорим этот общественный договор, да, это же так не работает, что просто собрались челики такие, ну что, проголосуем, да, вот нам, значит, есть такая задача, если мы все договоримся, типа, все будет работать. Как бы это так не работает. Ты если попробуешь новую вещь запустить таким образом, все развалится. И поэтому мне вот очень интересно, как вот этот вот договор, он возникает изнеоткуда, и про какие-то вещи мы уже просто привыкли, типа там вот золото то же самое, да, что все знают, что последние там 3 тысячи лет золото в цене, типа, все, это уже как данность. А вот то, что у тебя на глазах появилась, вот это достаточно удивительная штука. И я не понимаю до конца, как это работает, но было бы прикольно понимать. Это, знаете, это вообще про вирусность. Момент, когда очень много людей в разных местах вдруг одновременно у них был запрос на какую-то идею, и они одновременно в нее поверили. Это чудо. Но оно происходит иногда. Оно иногда происходит локально, иногда крупное. Мы с Илюхой словили один раз его локально. Когда он жутко косноязычно на одну нашу идею пошел и ночью написал в Твиттер, и нас просто смыло огромным количеством людей, которые решили вместе делать стартап. Мы из этого ничего не сделали и так далее. Но, короче, ты почувствовал, ты настолько попал в идею, что реакция ответная одновременно у кучи разных людей была абсолютно одинаковая, супер вдохновленная реакция. И это мы маленькие, мы в своем маленьком пузырике попали в какую-то идею. А когда это происходит на огромном уровне, я не знаю, с какими-нибудь даже вот сборами подписей каких-то политиков в России, когда безумное количество людей вдруг объединилась на идее, которая ничего не дала, и все знали, что она ничего не даст. Просто вот в обществе зреть запрос на какую-то хрень, кто-то в него попадает и в бабах. Или там, я не знаю, даже на более низком уровне, когда у нас видос какой-нибудь вирусит у любого из... Табос, ты понимаешь, вот у этих вещей они как будто бы разного порядка для меня. То есть ты когда условно пользуешься биткоином, тебе прям важно, чтобы вот не просто абстрактно ты поучаствовал в этом, а тебе важно, что та хреньюшка, которую ты купил, ты ее потом перепродаешь другому чуваку в другом месте. Если вот этого как бы не произойдет, то все зря. И ты даже поэтому не будешь пытаться, если у тебя нету внутри ощущения, что это не произойдет. А всякие темы там, не знаю, с сбором подписей и так далее, ну как бы это все-таки больше носит такой символический характер, да, то есть у людей действительно запрос, чтобы в этом гребаном, безумном мире хоть что-то делать в правильном направлении, и они такие, ну окей, я знаю, что-то не сработает, но просто вот я хочу, чтобы гавочку поставить в этом чек-листе, что я, блядь, там за хороших, условно. И поэтому я вот понимаю, как бы, зачем делать те вещи, которые не несут результата, просто для того, чтобы отметиться хотя бы для самого себя. Но биткоин, это немножко другое. И вот как вот эти вот сетевые эффекты работают хитро. Ну опять же... Как оно там на каждом человеке работает, да, действительно странно, но тут ты же можешь там попроще копнуть, как работал МММ, или как вообще вот все эти истории. Это супер просто, это жадность как бы все. У биткоина всегда и по сей день есть эта история, что ты... Что последний, как этот, блин, в Кремниевой долине игра, когда все дрочат на печеньку, и кто последний, тот ее и ест. Музыкальная студия, о боже, какой я наивный Summer Child. Как это? Лим Бискит, группа называется в честь этой игры. Студенты дрочат на печеньку. Да, я понял. Какой кошмар. Да. И, короче, в биткоине всегда есть ощущение, что это игра, что ты, короче, если ты не окажешься последним лохом, то ты выиграешь. И каждый думает, а какой шанс, что я окажусь именно этим самым последним лохом. Уже биткоин давно прошел, понимаешь, эту точку. А, когда... Сейчас, ладно, но он прошел, ну, то есть, он стал общим как раз потому, что вот он был таким. То есть, сначала в него пошла куча людей из этих соображений, а все остальные пошли, когда он уже стал настолько фундаментальным. То есть, как будто бы, вот, люди, которые пошли за хайпом и за наживой, это вот как раз там 2007 год, ну, вот, 17-й, в смысле, сори, что я говорю, когда просто был хайп, реально люди пытались заработать быстрый доллар, а те, кто первоначально это развивали, то нет, это были в основном всякие нерды, такие там, какие-то шифропанки идейные, вот, типа, как ты, мне кажется. С теми-то вообще все проще, среди айтишников всегда была довольно увесистая каста людей, которые за децентрализацию технологий. Так появился интернет, буквально именно так он появился из-за таких людей, интернет это точно такой же феномен, как и крипто, намного больше даже. Он появился, потому что были инженеры, которые такие, и ученые, которые такие, надо сделать штуку, которая не будет никому подконтрольна. И надо эту штуку отдать, потому что только так она сможет ожить. Да, да, это прямо вот дух нашей индустрии, и там, Linux по похожему принципу появился, потому что, чтобы вот не у корпорации, RSS, там, очень много разных вещей. GitHub, Open Source, это как бы, это идейные люди, которые такие, никто не должен, никто один не должен владеть этой вещью, потому что тогда будет плохо. Ну, видишь, вот, и мне кажется, что здесь самая важная штука, как я себе представляю, и в деньгах, и почему она, и в крипте тоже именно крипта сработала, это все-таки какая-то гарантия. Не просто общественный договор, а как бы люди знают, что есть какая-то гарантия, там, не знаю, или сильный римский император, чье лицо на монете, да, что он как бы гарантирует, что эти деньги будут принимать на других завоеванных территориях, и он заставит там людей других торговать со мной этими деньгами, принимать у меня. Ну, то есть какая-то, какая-то система, которая точно тебе говорит, чувак, эти деньги чего-то стоят, вот то, что мы называем деньгами. И в крипте эта штука появилась, ну, вот именно технологическое решение, которое позволяет никому. Блин, 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 в крипте как раз нет этой гарантии. В крипте есть гарантия, что ты можешь аккуратно обмениваться единичками и ноличками в определенной базе данных. Но есть некая... Это все, что он гарантирует. Но нет гарантии, что тебе за это кто-то заплатит. Есть некая иллюзия, вот я говорю гарант, да, что как бы... Ну, то, что она записывается, то, что она куда-то записывается, то, что она где-то лежит, и это нельзя переписать, исправить, то, что это как бы, понимаешь, это где-то фиксируется все равно. То, что это где-то зафиксировано, это все равно как бы говорит о том, что оно вкладывается, где-то оно существует в каком-то виде. Просто вместо того, чтобы как это вещественно, как мы раньше, да, держим в руках, Но сейчас появилось цифровое такое. Если подумать, конечно, оно тоже... Это не отвечает на вопрос того, что у тебя можно 20 таких же сделать рядом, которые точно так же тебе будут гарантировать, что там что-то где-то записано, но нахер это никому не надо будет. Здесь знаете еще, какая мысль? Он, ёб, тебя точно не кинут. Тебя кинут, только если кинут вас всех вместе одновременно. Фраза «тебя точно не кинут» применительно к кинопринирую. Тебя конкретного. То есть у тебя есть гарантия, что для тебя биткоин будет стоить столько, сколько стоит для всех. Он либо для всех нихера не будет стоить, либо для всех много. То есть вот это ощущение, что ты там ни один рискуешь. И в этом смысле это... Ну, на практике эта гарантия работает. Я не знаю, почему люди решали, что награбленные сокровища в Иерусалиме можно отдать тамплиерам. Они тебе дают бумажку, а по этой бумажке ты получишь деньги в Париже. Ну, вот почему. А если бы не получил деньги в Париже? Вот эта бумажка такая же гарантия, как и биткоин. Ну, гарантия, в которую ты чуть больше можешь поверить, чем просто на словах. Ну, да-да, огромная толпа вооруженных до зубов рыцарей отдаст тебе деньги, потому что она должна... Я понял, что опять криптоны будут говорить. Блин, они же ничего не понимают. Опять пришли... Ой, а это у меня... Слушай, у меня правильный стереотип, что финансисты... Есть финансисты-криптоны, что, короче, это прям вот какой-то криптопереход, что ты либо суперскептичный, либо суперфанат среди именно людей, которые занимаются финансами. Ну, я бы не сам, нет. Мне кажется, что огромное количество людей, которые на это смотрят транзакционно, то есть условно, типа, это какая-то хуйня, которая дико волатильная, то вверх, то вниз, куча денег там крутится, давайте-ка на этом зарабатывать. И все, уже дальше пошла прагматика, как там что придумать, какую-нибудь криптобиржу завести, стратегию, то-се. Только сцени лейзом, да, там это все уже для них, пожалуйста. Можно? Вот смотри, вот смена темы. Вопрос по бумажке. Так, какой лучший из них? Искусственный интеллект. Это пузырь, который скоро лопнет? Или это что-то реально норм? Ну, я точно не квалифайд, чтобы отвечать на вопрос с технической точки зрения. Ну, ты смотришь на кейс, когда NVIDIA буквально там за считанные годы, полтора-два года, становится самой дорогой компанией в мире. Только на идее того, что в будущем искусственный интеллект будет приносить, ох, какие огромные деньги. Потому что сейчас он как бы только тратит. Сейчас он только жрет инвестиций. Огромные. Ну, у тебя все равно хвост этого вопроса. Он кроется в технологии. И тут, к сожалению, ну, типа, даже если пригласить самого крутого дата-сайентиста, машин-лернера из этой темы, он тебе тоже не сможет, к сожалению, ответить, что у них там есть полярные мнения. Кто-то там говорит, что, типа, да, все хуйня, они думать на самом деле не умеют. Это все имеет конечный потенциал. Сейчас там будет, в общем, по принципу убывающей эффективности все меньше и меньше отдачи в какой-то момент. А кто-то, наоборот, говорит, не-не, вы что, там нет никаких границ. Мы сейчас там навалим еще компьютер, данных еще поднесем, там какие-нибудь типсы, триксы применим. И все, типа, там будет сильный искусственный интеллект. Где правда, реально, заранее предсказать сложно. То есть вот чисто из первых принципов, как будто бы, ну, сложно назвать какой-то физический закон, который людям запрещает искусственный интеллект делать, который будет умнее людей. Мне кажется, здесь вообще не в технологии лежит проблема, вот будет он или не будет. Мне кажется, здесь как раз лежит проблема в том, что сейчас у нас есть хайп, основанный на обещании того, что искусственный интеллект станет основой экономики. Да, ну, это же вопрос технологии. То есть как бы, или бы у тебя технология, она подкрепит базар этот, и в итоге это кажется правдой. Понимаешь, технология может оказаться охренеть какой крутой, но абсолютно неинтересной, никому не нужной. В итоге, или экономически невыгодной. Вполне почему нет. Ну, например, когда я это все время сравниваю, ну, это можно сравнить с многими вещами. Ну, например, просто в VR, да? Когда, я помню, только VR появлялся, появился стартап Oculus на Kickstarter, и когда люди стали выпробовать, они говорили, это все. Ну, это основа медиа-развлечений через два года. Это next big thing. Это новый iPhone. В итоге вышла хуйня, потому что VR это не такая крутая штука. Это вышла не хуйня. Люди, которые надевают VR, они такие, нихуя себе, это очень круто. Ну, то есть они говорят, что... Ну, а почему они все не ходят тогда? Да, подожди. Ну, потому что это не настолько круто. Не настолько круто. Я говорю, что это хуйня оказалась. Ну, как бы не настолько круто. Лучше, чем Тема объясню, то, что он пытается объяснить. Вопрос не в технологии, а в рынке. Потому что, например, соцсети не были никаким технологическим прорывом. Технологически появление соцсетей и мессенджеров ничего не перевернуло. На тех технологиях, что были, въебали вот эту херню. И они оказались рыночным, продуктовым прорывом. Оказалось, что все люди... Они создали новый рынок, все люди бросились им пользоваться. Это не было изобретение техническое. Это было просто соединение фич, которые и так в интернете существовали. Галереи, переписок, каких-то страничек, аватаров и так далее. И, собственно, искусственный интеллект, будет он кучу денег зарабатывать или нет, зависит не от того, какой он будет технологически, а от того, какие продукты, насколько продаваемые они сделают. Ну, я просто мыслю так, что у тебя же посыл искусственного интеллекта какой, что мы вот-вот сделаем таких вот чувачков, которые всю умственную работу делают не сильно хуже обычных людей, которых, не знаю, доучили в университете и так далее. И когда ты думаешь про то, что ты вот этих чувачков сможешь копировать контр-ц, контр-в, и загружая с дата-центра какого-нибудь себе условно 100 ученых, которые по твоему клику пойдут дальше исследовать, что тебе надо, а если надо, ты, короче, их умножишь там еще на 100, у тебя будет 10 тысяч. Вот как можно предполагать, что это окажется правдой, и это, ну, типа, не поменяет экономику, мне сложно придумать. Паш, на это, мне кажется, речь не об этом. Вот эта штука, машина открытия, машина фон Неймана, если они появятся, это... Это горизонт событий. Это не на Эксберфиксы, это реально горизонт событий. Да. Инвестируют не в это, мне кажется, инвестируют в... Вот смотри, ну, банально, вот появился чат GPT, и для кучи индустрии он мгновенно стал мастхэв хуйней. Например, для дизайнеров, разработчиков, это... три года назад у меня обязательно была платная IDE, сегодня у меня обязательно платная IDE с платным и ассистентом. Это никакая близко ни машина открытий, он совершенно не похож на человека. Так никто не спорит, понимаешь? Не, ну, как бы, совершенно это я не согласен. Тут, как бы, есть все-таки определенный прогресс по отношению с тем, что было там, условно, пять лет назад, то, что называлось там искусственным... И то, что есть сейчас. Видно, что ближе стало сильно, и люди-то вкладывают не потому, что они такие, о, сейчас каждому нужно иметь свой вот, типа, чат GPT в том виде, в котором он есть сейчас, и нам нужно, и поэтому мы вложим бабки, а дальше придумаем, что с ним делать. Нет, вкладывают, потому что предполагают, что это может оказаться настолько поразительной хуйней, что те, кто стояли у истоков, и они, как бы, вот первые оказались на этой поляне, и они успели первые застолбить себе все самые прикольные места, что вот они получат весь куш большой. А те, кто, типа, такие, ну, хера его знает, не очень-то это эксайтинг, вот из этого все вкладывают большие бабки, вкладывают в ожидание того, что как только все это начнет масштабироваться, у тебя результат реальный, он будет гораздо более поразительный, чем то, что мы видим сейчас. Люди, которые сделают машину открытий, нихера не дадут ни своим инвесторам, ни кому-либо еще, они захватят мир на следующий день и просто сделают всех своими рабами, мне кажется. Давай попробуем в таком контексте. Вот я не прошу тебя давать мне финансовый совет, да, я прошу тебя чисто гипотетически порассуждать, как человек, который пытается рационально сохранить свои деньги. Ну, и нормально как-то их, не знаю, попробовать их вложить, приумножить. Вот, например, ты такой не очень разбираешься, не очень понимаешь, вернее, что будет с искусственным интеллектом, станет ли он вот таким, как ты его сейчас описывал, или не станет. Но ты, например, можешь пойти назад и посмотреть. Так, у нас примерно вот с момента появления идеи искусственного интеллекта в 60-х было 4 или 5 АИЗИМ, когда куча инвестиций просто сгорела, то есть иишный пузырь лопался уже 4 или 5 раза за 24 лет только. Какие были там суперинвестиции в 60-х? Там были в 70-х огромные. Во-первых, из-за барон, ну, то есть очень много военных денег сначала потекло, и все прогорели. Потом на заре компьютерной эры очень много денег потекло и создали прямо, ну, то есть делали специальные компьютеры под ИИ-технологии того времени, потому что думали, что это выгорит, и что вот сейчас у них появится вот именно тот искусственный интеллект, которым даже мы сейчас фантазируем. Они думали, что у них будут в конце 70-х. И под него стали делать специальные компьютеры, и это страшно прогорело. Там новая компания обанкротилась, и сгорели тогда миллионы долларов. Ну, на ней уж, не знаю, миллиарды или тогда другие были цены, да, еще не такая инфляция. Ну, все. В общем, тогда были другие цены, и тогда сгорели миллионы долларов. Потом это было еще раз в конце 80-х, по-моему. В общем, было довольно много и изим, когда искусственный интеллект вообще не оправдывал своих ожиданий и очень много всех подводил. И есть примерный интернет, появляясь, ну, тоже как вот именно технология, на которой было непонятно, как зарабатывать. Сначала это была вот именно объединяющая технология, но развиваясь, люди стали думать о том, как на нем зарабатывать, и первый же всплеск, вот такой хайп интернета, когда все сказали, сейчас интернет изменит экономику. Первая попытка страшно прогорела. И про это до сих пор ходят легенды, как и называют это, крахом доткомов. И после него появление как бы веб 2.0, вот уже когда-то в середине нулевых интернет вот начал по-другому развиваться. Но сначала он прогорел. И вот ты смотришь на развитие технологий. И тебе надо сделать вывод, а вот положить мне сейчас деньги в искусственный интеллект. Не рухнет ли NVIDIA жестко через полгода? Не обрушится ли нам вот этих триллионов, которые она сейчас сделала, дороже Майкрософта, дороже Эппла? Сейчас куплю себе капции. Вот именно. Куплю себе, я даже, видишь, я думал, еще дороже, а она уже не дороже. Нормально ли вкладываться на ИИ? Я просто говорю, какой мой философский взгляд вообще на инвестиции. Я считаю, что для подавляющего большинства людей попытки вот там типа супераккуратно выбрать самые три лучших акции, в которые надо вложиться и которые сделают тебя богатыми, это по большей части херня. То есть я сторонник пассивного подхода, и я просто вот вкладываюсь целиком в рынок. То есть условно у тебя, во-первых, по странам, да, это делится. У тебя в США это только 60% мирового рынка акций. Соответственно, у меня уже по умолчанию как бы не все бабки лежат в США. Внутри США у тебя тоже вот эти вот топ-компании, Microsoft, NVIDIA и так далее, это условно там ну тоже 30% рынка. Поэтому с одной стороны, если я вкладываюсь вот целиком в весь рынок, я и в это тоже вложен, и если это будет дичайше расти, это мне приносит определенные дивиденды, прикольно. Но если это окажется в полной жопе, то весь мой портфель, он как бы не окажется разорен. Поэтому вот с таким моим подходом я как бы и в списке самых охрененно умных чуваков, которые угадали NVIDIA, и потом всем рассказывают, что у них нужно советы, короче, сигналы покупать в Телеграме. Вот я среди этих не оказываюсь, и не оказываюсь среди тех, кто полностью разорился тоже. И мне как бы норм там посерединке. Это долгосрочно мне делает мою жизнь более спокойной, скажем так. Блин, меня в этом плане короче немного торкает от того, что Тайвань это новый Аракис. Ну, что все сейчас такие... Все вот это будущее, все, что должно расти, должно расти на микрочипах, которые добываются из металлов, которые есть на одном острове, которые все хотят... Ну, тогда это не обязательно Тайвань. Тогда это много. Там это Африка, Мексика и все такое, там где сейчас очень много металлов, которые будут нужны для этого всего. Ну, да, наверное, Аракисто чем уникален, что другой Тайвань можно теоретически построить в другом месте все эти фабрики. А вот добывать в Африке нет. Там же можно было взять этого песчаного червя, отвезти его. Чем читали вообще это? Позвоните в свои эти вузы, где вы учились, потребуйте вернуть деньги. Слишком необразовываю. Нет, реально, мне интересно, что кто-то может ставить на то, чтобы... Ну, что, короче, мне кажется, планировать жизнь на случай, если появится машина открытия, бессмысленно. Это реально горизонт событий в том плане, что ты... Что это настолько изменит мир мгновенно, как только все... Кто-то, хотя бы один человек поймет, что этого достигли. Это, мне кажется, значимее, чем изобретение ядерного оружия в миллион раз. Потому что, если ты можешь человеческий интеллект сколько угодно копировать, клонировать и так далее, ты можешь абсолютно все, ты можешь просчитать все шаги всех людей на плане. С поправкой, да. Ну, кстати. Ну, поэтому я хочу сказать, Ну, ты можешь посадить и придумать этот алгоритм, как делать подешевле, потому что у тебя бесконечность мозгов. Ну, как бы... Я думаю, ты здесь не можешь просто предсказать, какие последствия и каким последствиям это приведет. Поэтому он называется горизонтом событий, потому что он непросчитываемый из нашего типа чего положения. Ну, есть у нас пацан Ютковский, который вот как раз пытается и предсказать, и жить, в том числе с этим знанием. Ну, есть мнение, что у него там депрессуха немного развилась на тему этого. Он убежден, что все мы обречены, мы обречены, говорит нам Ютковский, надо его позвать на подкаст. Нет, не буду. И разговаривать по рыбалку с ним два часа, вот он охуеет. Я забыл, за что я его не люблю. Я за что-то его не любил. За что-то, он мне очень насолил, не понравился. Наверное, за его литературный стиль фанфиков про Гарри Поттера, которые очень крайне специфичны. Да, да, именно так, точно. Я такое не прощаю. Так, вот у меня вопрос еще был. Какая лучшая стратегия продажи репы в Animal Crossing New Horizons? Я не играл ни разу, поэтому репа для меня это что-то из форумских времен, когда был внешний интернет платный, по 2 рубля за мегабайт, а можно было сидеть на форумах провайдера бесплатно. Мы там все знакомились, реперы, анимешники, нацисты и так далее. И вот там была система репутации, и были такие школьные срачи, там кто кому репы добавил, снял. Золотые времена были лет 20 назад. Блин, господи, а помните эти времена, когда просто у тебя соседняя субкультура это нацисты? Нет, нет, там реально был челик по имени Ндаф Кин. Я у него покупал компьютер в какой-то момент, он реально там постил фотки своей хаты, где-то все просто обрыгано и пивом заставлен весь пол, какая-то чувиха лежит заблеванная. Было реально весело, все дружили. Живут же люди, жилишь. Блин, это такое, как это, как знаете, в игре такой нацисты, рэперы, панки, выбираешь такой. Вот это я, конечно, не ожидал такого порода разговора, опять-таки, откуда появились нацисты. Как по закону, да, когда он... И даже не хил виноват, да? Что такое? Даже не хил, да. Ну смотри, там вот какая схема. Ты, короче, вот в этой игре все привязано к реальному времени. То есть вот сейчас у меня, например, 10 часов вечера, в игре тоже 10 часов вечера, и там время идет в точно так же, как реальность. Она привязана к этому. И в воскресенье до полудня ты можешь зайти в игру и купить у торговца репу. Ну, он спрашивает у него, торговец, сколько стоит репа? Он тебе говорит, ну, например, 100 монет за штуку. На сколько будешь брать? И ты можешь, у тебя есть миллион монет, ты можешь на миллион закупиться репой. И дальше ты можешь в любой день прийти в магазин в игре и спросить у продавцов, по чем берете репу? И у них все время будет меняться цена. Например, ты купил по 100 монет, ты приходишь, они тебе говорят, сегодня мы покупаем репу по 50. И ты такой, ну, я еще придержу. Вечером заходишь, они такие, сегодня по 80. Заходишь на следующий день утром, они говорят, сегодня 20 стоит, берем репу. Ты такой, блин, походу я сел в лужу. А потом заходишь во вторник вечером и репа стоит 140 монет. И ты понимаешь, что если ты сейчас продашь репу по 140, ты наварился. Но у репы такое условие. Ее можно продать в течение всей недели до субботы. Если ты ее не продашь до воскресенья, до следующего, она сгорает. То есть ты теряешь все деньги. И поэтому тебе нужно продать ее максимально выгодно. И ты такой, ну, вторник вечер. В принципе, я уже навариваюсь. В принципе, я уже поднял. Но вдруг в четверг будет еще дороже. Или в пятницу. Или в субботу. Но гарантии нет. И вот Я понял эту задачу. Она достаточно классическая математическая задача. И я ее слышал в такой формулировке, что ты заходишь в здание десятиэтажное и начинаешь на лифте подниматься как бы на каждый этаж выше. Тебе нужно выбрать жену себе. То есть на каждом этаже двери открываются. Ты видишь как бы чувиху, с ней немного общаешься. И тебе надо сказать, либо ты ее берешь в жены, либо ты отказываешься. Если ты отказываешься, ты едешь на этаж выше и все, вернуться обратно нельзя. То есть это поезд в один конец. Соответственно, твоя задача за десять этажей как бы принять какой-то выбор. Но если ты не выбрал, то сорян, как бы на десятой будешь жениться. И там есть строгое математическое решение этой задачи. Сейчас боюсь наврать с точными цифрами, но суть, по-моему, такая, что ты первые там тридцать два процента вот этих вот возможностей, ты ни на что не соглашаешься, и ты просто как бы отслеживаешь рынок. То есть ты копишь данные о том вообще, какие они бывают там, красивые, страшные, сколько стоит репа. А потом ты просто оставшиеся вот эти вот там шестьдесят восемь там или шестьдесят шесть процентов, ты едешь, и ты ждешь момента, когда ты встретишь вариант лучше, чем то, что лучше ты видел вот из этих первых тридцать трех процентов. Ну или там из всех предыдущих. И типа вот это вот математически доказано, что оптимальный вариант поведения в такого рода ситуациях. То есть во вторник, даже если во вторник вечером, даже если репа стоит 140, а я купил по 100, а во вторник вечером мне ее не продавать. То есть да, у тебя пять дней. Ты продешевить боишься. Ну там надо опять же посчитать, если у тебя всего пять дней, то типа 30 процентов вот этого это супермало. Я не уверен, что вот на таких прям малых совсем, ну там условность у тебя будет три дня, наверное. Но там несколько раз в день меняется цена. Ну вот ты берешь, короче, отсчитываешь 30 процентов. Блин, прикольно. И она круто. Я думаю, что дата-сайентистов если посадить за эту задачу, просто скромить им датасет, они тебе машин-лернингом расскажут, как правильно к этому подходить. Ну все, я теперь разбогатею в Animal Crossing. Да. Отличная игра, всем советую. Блин, я помню, я, короче, когда был студентом, я вдруг придумал стратегию, которую, как казалось, давно придумали, ставить и каждый раз ставить вдвое больше. Ну типа ты, вот у тебя футбольный матч выиграет эти, эти или ничья, и ты ставишь... Мартин Гейл называется. Да, да. Те кто-то ставит. И я, короче, и там тем получается, что ты, если у тебя будет хватать всегда на ставки, ты всегда, в конце концов, выигрываешь, и у тебя отбивается все. То есть ты не можешь проиграть, если у тебя будут деньги на ставки. Это невозможно. Я такой, типа, я, короче, я мальчик-гений, который взломал мир, я придумал беспроигрышную стратегию. Но есть нюанс, да. Вот, Паш, в чем нюанс? Нюанс в том, что у тебя неконечный капитал, во-первых, а во-вторых, даже если у тебя капитал бесконечный, челики, которые по ту сторону прилавка, они могут что-то заподозрить и в очередной раз просто сказать, типа, блин, у нас ограничение возникло на ставке, сори, мы вам следующую не можем дать. То есть у тебя все эти вот игры... А у тебя много этих челиков разных? Не, ну, ты представь, что у тебя челик начинает ставить 100 рублей, потом проходит, как бы там, словно, 15 игр, и он уже ставит там, типа, миллионы. И тебе просто в этот момент скажут, блин, как бы ты какой-то странный, мы тебя вообще забаним, как бы, и следующую ставку твою принимать не будем. Это вообще, на самом деле, такой засада всех игр с казино. Периодически есть вот всякие такие там известные инвесторы, которые пытались наколоть казино. Был там челик, который придумал, как рулетку обыгрывать, например, с помощью хитрых всяких агрегатов. Вот, и там все кончается тем, что тебя просто, ну, не пускают. То есть как только они понимают, что ты играешь лучше их, они тебя перестают пускать. Поэтому в этом смысле вот садиться играть в такие азартные игры с теми, кто устанавливает правила, это плохо кончается обычно. Ну, смотри, а у тебя вот этих мест, где ты можешь поставить на матче, их 100, 100 таких мест. Ты здесь поставил 200, проиграл, в следующий раз тут поставил 400, проиграл, здесь 800, проиграл, здесь 1600, хуяк выиграл. Или, если ты не используешь футбольные матчи, а для такой же задачи используешь, грубо говоря, какие-нибудь инвестиции, которые вот короткие, здесь сыграть, там, ну, в смысле, здесь положить 100 баксов. В любом случае, то есть у тебя же эта штука растет экспоненциально, то есть это не то, чтобы тебе как бы чуть-чуть нужно прибавлять каждый раз, ты каждый раз увеличиваешь там условно в два раза, если у тебя шанс 50 на 50, может быть, даже, ну, как бы и больше придется. И так как у тебя случайности иногда, то есть есть вот такой трюк смешной. Есть поражение подряд, типа, у тебя все равно будет, если ты не сможешь платить. У тебя есть смешной трюк, когда вот люди, которые преподают всякую разную там мат-статистику и так далее, они периодически, значит, что делают студентам, на первой лекции говорят, давайте вы сейчас каждый напишите случайную последовательность подбрасывания монетки, типа там орел, орел, решка, орел, а один чувак реально будет подбрасывать, и он типа напишет вот тоже последовательность по-настоящему случайную. Я из 50 ваших, типа, записули, я смогу выбрать точно ту, которая по-настоящему случайная. И они это делают. Почему? Потому что люди очень сильно недооценивают, насколько могут как бы совпадения происходить. То есть словно тот, кто сидит и записывает вот эту вот воображаемую случайную последовательность, он будет менять там чуть ли не каждый раз туда-сюда. А на самом деле, если ты как бы много подбрасываешь монетку, у тебя там постоянно будет местами орел, 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 орел. А люди как бы, они им интуитивно кажутся, что нет, должно же там 50 на 50 выпадать. Вот здесь как бы у тебя рано или поздно в среднем миллионы человек в среднем 50 на 50 выпадет, да? Но конкретно у тебя... Каждая конкретная может быть вообще такая очень странно выглядящая и типа совсем не случайно как будто бы. Поэтому, когда ты работаешь с экспоненциально возрастающими бабками, они у тебя, скорее всего, рано или поздно кончатся из кармана. Ну и плюс тут еще есть нюанс, что у тебя есть вот это вот трение. То есть у тебя же все эти беттеры, букмекеры, они закладывают жирный прям процент себе в карман, поэтому ты еще и как бы против ветра идешь в каком-то смысле. Я в этом плане, когда только начинал программировать, я думал, что у меня не работает рандом. Ну типа, ты такой, ну какие-нибудь вещи делаешь, и ты там нарандомил себе 20 булов, и у тебя там типа 17 тру из них, ты такой, компьютер сломался. А на самом деле таким и должен был быть. И даже зная, когда потом сталкиваешься в жизни с такими ситуациями, ты все равно мыслишь тем, что должно 50 на 50 распроизводиться. Контринтуитивно это, короче. Давайте я под конец просто зачитаю все вопросы, которые у меня остались, а ты на них просто можешь ответить буквально, вот чтобы уж так долго их не разгонять. Давай, блиц. Ну и чтобы зря не попадали. Хуярь, одним словом. Давай, да. Знаешь ли ты про курс козули? Слыхал. И трогал козули дальше. Тапаешь ли хомяка? Нет, принципиально не тапаю и вам не советую. Если вам, конечно, не по кайфу это делать. Так, где взять миллион долларов? Заработать. Это вот у меня стоял первый, после почему я снова бедный. Заработать. Спасибо. Так, куда уйти и зайти и не стать нищим там? Ну, мне кажется, если ты заработал много бабок в IT, то дальше уже нужно изучать всякие разные способы сохранения капитала финансового. И неважно, чем ты будешь заниматься, там гусиную ферму откроешь, можно будет жить норм. Есть каналчик у чувака, вот где он про это рассказывает, можно на него подписаться. Как на гусиной ферме он работает? Нет, чувак пока работает блогером и в инвестициях немножко. Это не работа, ребят. Работа из блогера. Чувак, это вообще работа. Я вот раньше как хобби это все делал, и там реально тяп-ляп, на выходных что-нибудь написал, там интервью снял. А когда это превращается в бизнес, и типа у тебя там контракты на рекламу регулярно, и тебе нужно выкладывать посты. Это вообще в полный рост работа самая настоящая. Ну, просто когда она тебя одновременно с другими, она как-то не чувствуется. Вот когда еще записи, нет вообще охуенно. Вот вне записи, да. Короче, у меня что-то весьма чувствуется. Я постоянно сижу и думаю, там так, мне значит нужно про рекламу про какую-то договориться. Вот видишь, Фил один просто не занимается, он вот на записи приходит поразговаривать и такой, ну что, пацаны, пацаны, херня тут вообще. Еще записи убрать, если это вообще кайф. Да, 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 да. Надо просто сделать канал, где будет одна реклама, потому что у меня подписчики жалуются, типа, блин, каждый третий пост это реклама. Я такой, блин, ну охуеть, вот вы привыкли бесплатно, да, все это получать. Я думаю иногда, ну типа реально сделать канал, где просто одна реклама, что я душу вкладываю в каждую рекламу. Я там какие-то смешные подводки делаю, истории из жизни рассказываю. У меня каждая реклама это произведение искусства. Поэтому если бы я, ну как бы, если бы я был панком, как ты, Фил, я бы сделал реально канал, где только реклама постится, ничего больше. Ну подожди, если ты как бы каждую рекламу пишешь хорошо, и которая как бы, каждая реклама по сути это не с контентом, то так в принципе можно про любой ролик сказать наш. В каждом подкасте есть реклама. Но там соотношение все-таки другое, понимаешь, как бы у тебя там, типа реклама это 3% от ролика условно, а пост все-таки люди не так воспринимают. В каком мире мы живем, если панковское, это типа продать подкаст корпорациям. Это совсем не панковское штуки. Да, 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 все, да, все, давайте завязывать. Все, по кроватям. Спасибо большое. Давайте, пиз. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова